Закона Христос, праведности всякого верующего. Так как поистине, толкование, так как поистине раздал праведностью ту праведность, которая от закона, то дабы с одной стороны уверовавшие из евреев не сказали, значит мы сделали с преступниками, когда оставили эту праведность, а с другой не уверовавшие не могли сказать, что хотя теперь не выполнили они праведности по закону, однако могут совершенно выполнить ее после. Апостол, устраняя ту и другую мысль, говорит, конец закона Христос. Это одно предложение. Надо его посмотреть. У феофодакта болгарского бывают такие, на странице целые предложения, но на полстранице точно. Трудно бывает просвидеть мысль от начала до конца. То есть он как бы говорит о том, что упреждает и тех, и других, и евреев, и язычников, чтобы одни не говорили, что поскольку они оставили праведность, другие, не уверовавшие, не могли сказать, что теперь не выполнили праведности по закону, и поэтому совершенно могут выполнить ее после. Ну и апостол Павел говорит, конец закона Христос. То есть закон Моисеева, конец закона Моисеева Христос. Потому что, мы знаем, что Христос пришел и сказал, что я пришел не нарушить закон, но исполнить его. То есть он не отменил его, а сделал более совершенным этот закон Моисеев. Возьмел на более высокую ступень. И об этом мы только раз говорили. Вопрос можно? Вопрос можно? Да. А в чем же тогда конкретно конец закона? Если фон его пришел не нарушить, а исполнить, а конец в чем выражается? Что его не надо исполнять или надо исполнять теперь по-другому? Ты сам ответил на него в своей последней фразе. Только исполнять его нужно теперь на более высоком уровне, с большим духовным смыслом. Если раньше говорилось, что не око за око, зуб за зуб, а теперь говорит Господь нам, а я говорю вам, любите врагов ваших. Говорит, благословляйте врагов ваших, благословляйте, не приклинайте. То есть более высокий уровень духовный этого закона. Поэтому Христос одновременно и конец закона, и начало закона, закона более высокого, более нового закона, нового завета апостола. Получил ответ, брат? Что, сомневаешься? А что, Бреш? Брат задал вопрос, почему написано, потому что конец закона Христос. Почему Христос есть конец закона? Вот задал вопрос к вам. Это откуда считаешь? Послание апостола Павла к Римлянам, 10 глава, 4 стих. Вопрос. Почему это послание Римлянам самое ненавидимое в мире? Из всех 14 посланий в мире. 20 с лишним миллиарда мусульман, сегодня уже цитруно, высвечивается это. Они его терпеть не могут. Евреи заодно это послание в 10-й карте смерти предавали. Это господствующие церкви римские, столицы. Что он там такое мог написать, что сразу киллеры появились, чтобы убить его? Мы должны доходить до самого корня, почему он написал, почему он так сказал. Вот я сегодня вам объяснил. У нас люди уходят из общины. Ну, тут никому не говори, только там уходят. У меня так никогда не было. Я это высвечиваю, выношу на обсуждение. А никого нету. Я один останусь за того, что он говорит. Один, но истинный не уступлю. На чем все держалось? На законе. Без закона вообще нет. Вот сейчас говорят, власть нужна или нет. Да какая власть, это такая антивласть. Но антивласть нужна или нет, я дальше говорю. Да ее никакой власти нет. Это говорит человек, кандидат наук. Идем по этой улице. Я говорю, я тебе сейчас тут дойдем. Тут бывший Московский проспект. Его представительской власти назвали Ленинский. Я говорю, дойдем до проспекта. Я тебе за пять минут докажу, что власть в стране есть. Это не доказать. Все, что хотят люди делают, докажу. Маршрутный автобус идет. Он идет по распоряжению. Идет по распоряжению. Ну да, иначе он в другую улицу поехал бы. Кто это назначил? Ну, городская администрация. Стоп, власти нет. Откуда городская администрация взялась? Ты сам себя уже подсекаешь. Так, пойдем на вокзал. Власти нету. Все разрушено. Когда железные дороги, не автобусные дороги, порастут травой. Вы запомните этот определитель. Железные дороги. Это главный определитель страны. Для такой державы, как наша. И державу это назвать уже с натяжкой надо. Вот и все. Везде есть закон. Какого закона держался еврейский народ? Бога откровенного. Им этого хватило? Нет, не хватало. Им нужно было все время делать какие-то подправки в законе. А что это? Ну, комментарии. Комментарии, которые выразились в Моисеевом законе. В Моисеевом закон это незаконно скрижали. Там всего 10 заповедей. Ну, на одной страничке даже записать можно. Ну, самое большое посредине это заповедь о субботе. Насколько она была важна. А у нас, говорит, ее нету. Это она не нужна. Конец закона. Это ложь, обман. Заповедь о субботе Бог не отменял. Нигде он не говорил, что. А наоборот, его даже они неправильно трактуют. А вот что теперь можно делать в субботу? А что можно делать? Ну, что теперь? Вала нельзя пасти. Не берет ли вала, не отвязывает ли? И Господь показал, что эта работа, она должна быть выполнена. Ведет вала поить. Так они написали. Вала я веду поить. А лошадь, осла. Они дальше начали расписывать дальше. А если у нее теленок теперь есть. А теперь, а на какое расстояние? А я должен идти с ними вместе или сына послать? То есть у еврея он дотошно доходит до всего. И они наконец вывели. Это расстояние субботнего пути. Это уже Новый Завет. А какое расстояние субботнего пути? Сколько в субботу пройти надо? А сколько надо пройти? Понимаешь, этот вопрос не решен, пока мы не покажем метры. Конкретно расстояние субботнего пути сколько? 192 метра. Все. Как? Да я что? Ну ладно, 1920. А почему столько? Близлежащие где дома стоящие, чтобы там люди, которые ночуют, могли дойти до храма. Все на этом. А люди стали тогда так. Приезжают и под стенами храма стали разбивать палатки, чтобы утром первыми на площадь после субботы. И субботу они жили под стенами. Ездор узнал, запретил. От него все и борода от Оргугам. Бородатое племя. Все закончилось. Это говорит книга Ездоры. Теперь определенно, а сколько? И вот Талмуд, это 12 томов. Талмуд, это толкование библии, можно сказать. Какой еще? А какой список взяли они Талмуд? Вавилонский там или какой? Еще их и два списка-то. А вавилонский более расширены. Теперь по нему. Вот я голубятник, меня интересует. Я держу голубей. И вон там дом, где меня судили. Там теперь музей истории. И там голубятня. И ребятишки нашли голубенка и принесли. Ваш голубенок-то? А голуби у меня породистые. Каждый голубь, смотрите, 4000 долларов. Это в себе. Это 4000 долларов один голубь. Тот пришел, нет, мой голубь. На нем пятна-то нет. У меня вот такой. Только у меня таких посмотрели. Мы к суде, судья говорит, давайте считать теперь от твоей голубятни сколько метров было и от той голубятни. И это все в Талмуд записали про голубей. Им везде нужно показать свою голову Бога избранность и презренность гоев. Эти люди не евреи, скоты. Вот, допустим, мой еврей приехал, поселился в местности, где евреев-то не так много, а больше, ну, Гоев, скажем, нас, русских. И вот коров пасут. Теперь вопрос к еврею. Он задает, а мне корову можно в этот пускать? В Табун. С нееврейским. Моя корова-то не осквернится. Ты никогда не додумаешься, что они придумали сказать. Они должны были вложить всю ненависть к христианам. А кто пасет? Еврей или не еврей? Не еврей. Так. А он один пасет или с подпаском? Да я не знаю, бывает подпаска без подпаска. А где пасет? Он там загоняет так, что в лог где не видно? Или только там ровная поверхность? А почему? Причина вот такая. Как бы он твою корову не поймал и не изнасиловал? То есть русские все Гои, до того они походливые ослы, если только в лог загнал, у него больше мыслей еще нету. Повалить корову и изнасиловать. И это ребенку вталкивается с малых лет. Вот они какие. Это даже не назовешь их каким именем. Так откуда здесь? Из Талмуда. Нужен был за их закон. Это один закон. Закон божественный от Бога. И Моисеев. Моисеев они тогда подплюсовали. А вот Моисеев-то закон данный. Это не закон скрижальный был. А Моисеев говорит, а Господь говорит, по сердцу вашего Моисея написал, что разводное письмо давать. А почему? Мне надо развестись. Больше двух жен нельзя, как у мусульман. Четыре, она не уходит. Надо придумали кричать через забор. Я разложусь. Сосед услышал. Все, вылетает. Так и эти. Иначе он убивал ее. Просто убивали. По жестокосердию. Жестокосердство. Лучше отпустите. Напиши. Я ее по-хорошему отпустил. Иди с Богом. Это необходимо было. Господь говорит, это Моисеев закон. Но Моисеев закон этот, который на горе Синаи, он в тебя это не включал. Там написано, люби родители. Это значит, и люби жену. Тут много включалось в этом. Все. Какой закон имел в виду Павел? Тут надо резкое разграничение дать. Фиалфилакт вот это и растолковывает. Конец закона ненравственного, данного на Моисеев, на горе Синаи. А тот закон, который растолковывал вот эти комментарии, которые приносите в жертву. В законе том не было сказано приносить и гнат в жертву-то. Этого не было. Нигде. Эти все законы, суббота и все остальное указывало на новозаветние, на Христа, во Христе, что это исполнится. И поэтому закон ему почему конец-то? Потому что в том понятии, в котором он был дан, он закончился. Он возводится на высшую ступень далее. Еврей засох на той ступени и стал опускаться ниже. Он буквально как десятину смяты, десятину сруты. А об отцом матери можно не заботиться. Он говорит, вы своими вымыслами заменили истину Божью. Хорошо ли это? И когда говорим об этом, это непростой вопрос. Павел коснулся не Моисеева только закона, а он коснулся еще глубже. Что итог на рабстве, на двух стрижалях закон, он имел переходную стадию на возвышение. Вот там не отменены заповеди. Но они вышли. Я легко доказываю любому адвентисту седьмого дня, субботнику, что заповедь о субботе точно так же имела отношение к Новому Завету, но указывала на воскресение Христа. Как так? Очень просто. И очень даже просто. Но это у них неправильное толкование, что это не так. Они тогда, я говорю, а Христос сходил в преисподние места, зачем? И проповедовал находящимся там 2 Петра 4-6. Им тут ничего, им нужно ответить, да, он был в преисподних местах, значит, у него душа, телом он лежал в гробнице аримопейского Иосифа. Они идут дальше, чтобы это не доказано, они говорят, а у Чалка души нету? Как нету? Да написано, что душа его в нем, Павел упал, когда на отроке, и говорит, душа его в нем. И видел, говорит, души, видел, душевопиющие под жертвенником. Они говорят, а кто там в преисподнюю сходил? Какую преисподнюю? А в преисподнюю нету. То есть они, чтобы оправдать субботу Ветхозаветия, Сатана на этом поймал. И они теперь не дают ни признания души, и я теперь еще дальше говорю, но он же проповедовал, никак бы не проповедовал. Написано находящимся, которое во время потопа Ноя, это 3, там, 3 глава, 21 сих, кажется, 1 послание Петра, никуда не сходил. То есть за этим идет Нога. Она только была признать. У человека душа, вдумал дыхание, жизнь, это, значит, душу дал. И эта душа у Христа была такая же самая, которая вышла из тела, сошла в преисподнюю и проповедовала в пятницу, полностью субботу и начало воскресенья. Он труд свой, Христос закончил, труд спасения людей в воскресенье. Та суббота покоя, она показывала на воскресенье покой, который будет здесь. Почему? Отворю все новое. Там творил Бог человека и мир, а здесь сотворил нового человека, который был воистину в обновленном виде после грехопадения переплавка. А как это может быть? Очень просто. Золотой сосуд, который покрыт трещинами, его разбивает, золотый дел мастер, и бросает в переплавку. А теперь льет точно такой же сосуд в те же самые формы, но она абсолютно новая, ни одной трещины нет. Вот это сделал Христос. Мы сгниваем, и по глазу архангела все восстают во Христе Иисусе, верующие в него. А чтобы попасть в это воскресенье, нужно здесь, на земле, родиться свыше. Сын был мертв и ожил. Нас, мертвых, по преступлениям оживотворил. Два, пять, кефесян. Вот как. И адвентисты, которые в это поверили, что говорю, они делаются сразу православным. Прямо сразу. Здесь же. А которого пёс состоит, вот я здесь говорю, они ни одним с места не двигаются. А зачем ему надо? Он в этом привык, его друзья, товарищи. Я бы, если поверил, что это не так, вот православный. Я бы сегодня после этого ушел. Даже разговаривать не стал. Но даже видя вот это все на основе православия, понимая, это не смертельная икона, это не идол, это не смертельно. Мощи, мощи похоронить, но это не смертельно, что они есть. Что у нас на квасном, а не на пресном хлебе, это не смертельно. Я прищищаюсь только квасного, от квасного хлеба. Главное, что есть рукоположение. И поэтому клянуть, клясть людей, которые не с нами, это никак нельзя. Нужно смотреть на все открытым окон. Я маленький вопрос разъясняю. А вот, если я это узнал, для меня самое главное сегодня, нигде не нарушить этот закон. Нигде. А его можно не нарушить? Да очень просто даже. А как вы знаете, что нельзя нельзя? Ну как, я христианин? Дух Божий мне подсказывает это. Этого делать нельзя. Вот недавно, кто знает такой Николай Викторович Левашов? Кто такой? Никто даже не знает. Это главный языческий жрец России. Вот новообразованное, которое сейчас, язычество. Вот книжку тогда приносило, руки там или сжигали, это фанята. Это он автор ее. Теперь, он, кто он такой? У него глаз один как-то вот так вот, ну, уродливый, так самый, здоровый, высокий. И он выступает. Когда первый раз я его увидел, я его первый раз увидел, он выступает, где-то среди знатных людей, прям там такие, очень знатно. Я посмотрел на него, он жирный, жирный такой. Бывает даже человек жирный, но, ну, к нему разница. У меня сразу, так как глянул на него, у меня внутреннее сердце сжалось. Нехороший этот человек. По телевизору. А почему меня? Я никому не сказал, никому. Я не знал, кто он. Ну, академик, член четырех академий, это немалое дело. Пятнадцать лет в Америке там был, учился. Кто он такой, я не знал. И у меня рождение, день рождения, 10 июня. Миша, 10 июня. А он умер нынче, 11 июня в Москве. Его поразил небесный луч, как они говорят. Он умер, он, говорят, отравленный. Теперь, мне, теперь, когда я узнал, что он умер, я теперь заново открыл и смотрю, как он выступает, теперь, как он умер, как они его гроб украшены, каким полотном докрывают, какие знаки там есть. И теперь этот гроб поднимает, и как толкают в печь. И температура 670 градусов, и как он вспыхивает. Ну, кремация тела идет. Кто он такой? Где он был? Теперь он стоит рядом с Рокфеллером. Чтобы быть рядом с Рокфеллером, это не с мэром города. А Рокфеллером, все это, все евреи. Я дальше стал, я пять, я сегодня раз помолился, два, три, и мне стало как бы подниматься. Так это не просто так. Это заказ евреев был на это. Евреи имеют ненависть ко всему миру. Хорошо. Язычники-то евреев тоже не любят. Они их тоже ненавидят. Так вот, на этой ненависти, теперь они хорошо. А мы теперь вам покажем. Надо создать такие организации, которые будут иметь ненависть к евреям. Сами же. На этой ненависти теперь сыграем. Но это будет абсолютно уже не против еврея, а потом из-под вольбу направлять против нас. Я понял, это заказ. Это заказное все было-то. И он в Рокфеллером был, он еврей, теперь везде русский, нерусский его лицо обсуждается, где они в гоя туда не допустят, проникнуть в эти планы. Это я теперь сам дохожу. Доказательств у меня никаких нету. Это мои мысли. И на него это возложили задачи. А ты знаешь, как языщество теперь развивается? Какой? Ну вот один из них живет в городе Каннске, где Анна с Яшерей. Хороший человек. Кончил курсы у отца Геннадия Фаста. Его готовят на священника. Он видит, как священники, которые будущие священники пьют, курят там, развратищат. Его так отвратило, он не стал, но работал с наркоманами. И вышел на меня, на меня, вышел там, на меня напали, он заступился. Какой же, знаете, сектант? Когда Геннадий, я у него учился, а Геннадий через него пришел. А здесь Геннадий это всем говорит. Он не обрезает корни. Ну вот, беседая с одним сектантом, я решил, мне уже неудобно, как я ему говорю, ты, Юра, ему скажи сектант, это вот такое место. Он посчитал для себя это оскарблединг. Он мгновенно выступил, это что меня за дурака считаете? Я не знаю, а то вас это и есть, а то вы, я сам бы мог сказать. Я опять, да что я там сказал-то? Я опять достал, там еще нет. То есть я ему дал определенный материал, говорю, это бы сектанту-то, еретику-то, ты просто не можешь сказать. А у меня вот материал, я ему скопирую, ты поговори как-то ему, дай просчитать-то. Он как поднялся, я даже не, я говорю, ну прости меня, я только объясни, если бы он видел, что будет за этим. Проходит совсем малое время, он крест снял и ушел к язычникам. В веру, которая была до Владимира, это потерять все. И я понял, то что я делаю неприкасаемо, это со всеми абсолютно одинаково. Как только кто-то поднялся, как будто бы мозги вышибают у него. Представь, закончить у отца Геннадия курсы и пойти к язычнике, это уже не надо, не просто никаким надо быть, а просто регион запустить в себя. Вот в чем дело-то. И когда я посмотрел на этого Левашова, там везде, я понял, у него, может быть, это в мозгах и нету, но там, как Карлу Марсу, заложена была программа. Он пишет о книге, там, в искаженных зеркалах, там еще что-то. И они это берут как за основу, это как Библию написал для них. И вот она это принесла. Вот что доводит ненависть к евреям. Фаня, это я посмотрел, это безумие какой-то пишет, такая ненависть к евреям. Еврейский народ неприкасаемый, это Божий народ. Его можно только благословлять. Нет, вот смотрите, вроде у нас она нашла, но если ты у нас нашла, ненависть покажи, а вы говорите, что они погибли, вот так эти, вот, да Христос сказал, пришел к погибшим в обзоре, не сказал к погибающим, а к погибшим, она никак это не принимала. В чем моя вина, где я против евреев был, ну покажи. Где, как я могу, когда я везде за евреем заступаюсь, и никому не разрешаю хулить или проклинать. Еще, Фаня, она ничего не могла сказать. И эту панику она огнала, они написали трактат, листов 16, она по всему городу разносила, и все на этом кончилось. Вы считаете этот закон? Какой закон? Что по нему можно было делать? Кончился он или нет? Как его трансформировали? И как он теперь возвысился для нас? Это громадная тема. Вот почему это послание Павла, оно ненавидимо евреями, мусульманами в равной степени. А остальные, к Тимофею, к Харифею, они даже не смотрят. Мы должны узнать, почему он ненавидит. Почему он меня возненавидил вдруг? Я ничего не сказал. Я прошу прощения, даже не знаю за что. Никаких. Он не прощает, Бог все отнял у него. Отнял. Он стал язычником. Анна пишет, так он Игнатий Тихонович снял крест, ушел к этим, к родноверам. Да я-то заранее знал, что добро мне кончится. И попы, которые воюют, ни у одного еще добра никакого не было. От него с презрением отворачивается. У него катастрофа в семье, там везде идет. Почему? Ну ты сам подумай, почему. Почему нас Бог так благословил? Намечено. Я взял по высшей шкале нынче, что за лето сделать, и осенью посмотрел, сделали в три раза больше. Ровно в три раза. Думали до Урала, дошли до Москвы. Думали до Байкала, дошли дальше не Сын, только низинку Байкала, а дошли до Владивостока и вышли из этого. Это что, игрушка что ли? Это Бог так сделал. Бог благословляет. Надо смиряться только. А теперь считай. Пославное апостолы Павла Кремлян, 10 глава, 5 стих. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет им. Толкование короткое. Повторяю. Моисей пишет о праведности от закона, двоеточие. Исполнивший его человек, жив будет им. Подтверждает сказанное. Чего не совершил закон, то совершил Христос. И говорит. Моисей рассуждает об оправдании человека посредством дел. Но как не было ни одного человека, который исполнил бы дела, то оправдание по закону невозможно. А я исполняю все. Думаю. Все? Допустим. С какого времени? Как обратился к Богу? И что, у тебя все было нормально? Совесть пробудилась, меня начало давить. Я столько натворил уже после этого. Ну хоть месяц-то не жил. Нет, я уже сегодня утром согрешил. И не где-то, а самым близким человеком. Там упрекал, говорил. Согрешил. Так выходит, нет, ничего нет. Ни одного дня не нахожу. А еще Давид говорит. Не помяни грехов юности моей. Да тут вообще потонул. И речь говорит, когда не согрешил человек, законом жил. Ни разу нигде такого нет нигде. Да ни одного человека на земле не было. А Божья Матерь? Насказано все, да, что все. И она так же. Конечно, не так она жила, как мы. Но ее природа была наша природа. Такая же. Во грехах зачата, во грехах ходила мне мать моя. Это касается всех. Не надо придумать, как у католиков, что у нее бессеменное зачатие. Бессеменное зачатие Христа, но не ее. Лишь требуется везде вникновение в это. Когда это было сказано, для кого и почему. И тогда приоткрывается это заст. Послание это самое трудное, еще не считая к евреям. Ну, то послабее. Во всем Новом Завете даже не откровение, а вот послание к римлянам самое трудное. Трудно распринимаемое. Труднее, чем откровение. Ну, откровение его три столетия не принимали даже церковь. Не принимала его, считала его апокрифом. Откровение. Откровение-то толкуется, то оно не из-за стороны берется, как раз по другим книгам Библии-то. Если там ты понимаешь, то и там тебе понятно. Послание к римлянам. Оно буквально всколыхнуло. Рим. И всех, кто был. И евреи, кто были разделены. Он поставил на место. Нельзя этим хвалиться, нельзя этим притеснять. Все направлено к одному. Покоритесь перед Христом. Жизнь наша такая коротенькая. В каждом нашем поступке должна быть заложена мысль одна, как угодить Богу. Как преобразить себе его образ. Жить по-божески. Чтобы преображенному быть святому, как он святый, и войти в Старство Небесное. Все остальное на другом месте, намного дальше. Вот что нужно. И Павел это говорит. Закон не мог делать святым человеком. Никак. Потому что если один у тебя грех есть, один, только один грех, возьми за это грех смерти, ты уже умер. За всякий грех. Поэтому этот грех взял на себя Христа. За всякий грех возьми здесь смерти. Ты вопрос задал? Нет, она вот задает вопрос. Ну хорошо. Я повернулся назад. Смотри. Я повернулся назад. Вон она что там делает. Так, это грех? Нет. Я притом не в замочную скважину смотрел, а посмотрел то, что у меня там лежит, там мои вещи лежат. Какой это грех? Но Лотова жена превратилась в столб от одного поворота. И написано, что она вся повернулась. А оглянулась только. Голова-то повернулась, и все, кончилось. Да грех это был или не грех? Ну конечно. Ну род-то дан для чего? Ну род-то для чего дан? Род дан для того, чтобы разговаривать, славить Бога. Ну и есть и пить. Но есть-то можно не мясо, а овощи-то. Может весь человеческий род погиб через род. И вы знаете где? Ева вкусила Адаму, и весь человеческий умер. В Адаме все умирают. А во Христе живут тоже через... И двести ты думали, да, хочешь через род, и Златоус вывел. Смерть пришла. Ева. Древо. Древо. Познание добра и смерть Адама. Бог спасает также. Дева Мария. Древо. Крест Христов. И что? И смерть, смерть Христа. Этот трезубец вырвал у дьявола. Христос, говорит, ударил его в голову. Так объяснил Златоус. Вот все толкование, очень краткое. Закон был в том, чтобы покориться Богу. Главный закон. Быть в Духе Святом. Жить в Духе Божьем. Слушаться Бога. Все. А все законы нельзя запомнить. Иногда мне многократно в жизни спрашивали, а как вы это узнали? Вот представьте, мы переезжаем в город, столичный город. Ну, скажем, областного масштаба. Но попали не вовремя, выходной день-то. Но к нам расположились работники, звонят директору. Тут вот из Барнаула приехали с дарами. Что она говорит, я не знаю, но по смыслу я понял. У ней печати, она может приехать. Миробежан. Вышли на улицу, я ману его скорее на улицу. А этот ходит, фотографирует, там еврейские книжки старые, там, Мандельштама, там все такое-то. Только вышли на крысу, я говорю, быстро уходим отсюда. А почему? Не знаю. Быстро-быстро, нам нужно скорее уезжать отсюда. Все. Мы сели, дальше пошло у нас Хабаровск, Владивосток. И назад уже не вернулись. Хотя здесь нам необходимо было быть. Остался один только снимок. А сейчас спрашивают, а вот сейчас бы ты там был, поступил так же. Сейчас не знаю, но тогда именно так. Ну хоть чем-то мотивирую это. Такую дали ехали, там отворачиваются от основной трассы. И мы доехали в таком тумане, в горах гнали. Мы такой трудный, был опасный. Участок и друг смотались. Им-то это непонятно, мой поведенчик. Не знаю, когда они впереди сидят, разговаривают, я всю дорогу еду и молюсь, и молюсь все время. У меня щетки. Дома я должен 7 раз молиться, а в дороге я взял 20 раз. Я непрерывно какой разговор, я опять сажусь, 3 святое, 100 поклонов. Но кланяться я не могу, там несколько раз перекрещусь только, и все. Я вышел и сразу помолился. Помолился, и внутри какая-то необъяснимая тревога стала наплывать. Господи, а в чем дело? Я стою, он ничего не знает. Он фотографируется, и у меня мысль, мысль. Я не слышу голоса, мысль. Нужно немедленно выезжать отсюда. Я ему говорю это. Вот и все. А может ты ошибся? Может ты ошибся. Я же не пророк. Но ни в одном городе страны 240 мест. 240. Только в одном этом месте у меня было такое состояние. 240 и один. Ну понимаешь, что это 0,3%. Но меня засыпало. Как вы должны жить еврейская автономная область? Вспомни, как в Иркутске было. Уже среди, еще в обед должны были с метрополита, может быть, встретиться. Я сказал, немедленно уезжаем. Проснулись. А хозяин Кукушкин, а почему? Я говорю, не знаю, нам нужно немедленно выезжать. И мы гнали, гнали, гнали. На 2 часа опоздали только в Тайшет к Василию. А там навод уже был собран-то. А когда мы выехали, мы этого ничего не знали. Только припоздали. Ну хоть объясню, почему так. Договорили же, сегодня у нас день уже расписан, с чем мы занимаемся. Ничего этого не надо. Нам скорее нужно на машине, скорее выезжать отсюда. И всю дорогу гнали, и гнали. Это нельзя объяснить. Это другой уровень совершенно. А то остался бы согрешил, пропустил то, что там было. Тут неизвестно, приняли бы или нет, а там десятки людей ждали. И все это сейчас я выставил уже в интернет. Как беседа идет отца Василия. Смотрел уже? Нет еще. Ты посмотришь. Вопрос-то еще остается? Ну это, я не поняла, мне кажется. Ну еще раз прочитаем тогда этот стих. Пятый стих. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его, человек жив будет им. Ну какой человек? Мы же говорили, что он может быть этим законом. Ну так человек, ну только вот Христос был бы человеком, Богом человеком. Он только его исполнил. Только одному ему это было возможно. А другому человеку невозможно это было. Ну понятно. Потому что он не мог грешить. Он без греха был. А сейчас только говорил Игнат Иханович о том, что только открыл глаза и уже грешишь. То есть все же правильно. Он не может, практически он не может жить этим законом. Слово жив еще надо разъяснить. Что означает жив? Речь идет о спасении вечности или здесь? Мы все под законом, но если этих законов у них, допустим, 241, речь идет о сотнях, которые предписания. И над большинством нависла смерть. Ну, в мать вырубаются. Что такое? Злословище отца и мать смерти умрет. Смерть. 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 Смерть там где-то взял заклятое счет. Смерть. Сказал, пойдем другим богам служить. Смерть. Там, ну как у мусульман. У них прямо написано, если он был мусульманин, она приняла христианство, ему смерть. А он у них только ножом режет и все. А говорят, меня спрашивают, а у них написано христиан убивать. Я говорю, такого нет. Ну, как же везде пишут, что у них в Коране написано. Я говорю, нет такого. Это люди писания называются. Если они под их властью и они платят налоги, то их убивать не надо. Пусть работают рабы для мусульман. Я вопрос другой ставлю. Мусульман 2 миллиарда. Евреев 12 миллионов. И ничего не могут сделать. Ничего не могут сделать. Но можно было как-то. Нельзя. Это предписание Божие. Перед тем, как еврейское государство возникнет, в Америке они уже прибрали все к власти. Теперь все вооруженные силы, все в их руках. И теперь они в один момент любое государство, как Иран, Ирак, поставят на колени, как Афганистан. Но перед этим они должны были подняться в других странах. А теперь надо было Каддафью взять. Тут бомбит их французские самолеты. Какое они отношения имеют к Франции? Страна член НАТО. Это все назначено было. Он сам пришел через смуту Каддафи. Потом он хороший стал. А до этого он пришел через кровь. Тоже смел правителя. Воцарился. Такого правителя, как Каддафи, сегодня, видимо, нет нигде. Какие льготы народу давать? Энергия бесплатная, электроэнергия. Родиться ребенок, ему 70 тысяч долларов на книжку сразу, чтобы он мог купить потом машину, горючая полцены. Такого просто невозможно сделать по государственному счету. Проценты в банках только без процентов. Если под проценты отдают, смертная казнь банкиру. Все эти ипотеки, все запрещено. Только банки для того, чтобы людям помогать жить. А у нас для того, чтобы обогащаться, деньги перекачивать в другое место. Нет такого. Но его убрали. Почему? За ним был грех. А вот тут, когда воевали с ним, я за него молился, Господи. Обрати к нему лиц. Дай ему веру. И те, которые бомбят. Пусть они поймут, что делают неправильно. Пусть они покаются. Моя молитва за всех. Я реагирую на все, что совершается в мире. Вот я сейчас только послушал. Идут голосовать сейчас. Я опять за них, за всех молюсь. За голосовальщиков, разуми их. За избранных. 10% барнаульства только вышли на голосование. А 90% не ходили вообще. Всем надоело. Рыжков опять проходит. И главное назвал. Партию новую создал. Называется Парнас. Ну ты Парнас знаешь? Это такая насмешка. Это вообще на людях. И он опять туда въезжает. И опять. Здесь я смотрю на лицо. Я давно его знаю. Ни разу никогда не помог, когда я обращался. Для детского лагеря. Никогда нигде. Я бы им один вопрос задал. Сколько лет ты был там, в доме. Но только по совести. Не то есть. Скажи. Сколько ты получил из казных денег. За это время. И покажи. Что ты сделал за это время. Такое полезное. Какое сделал. Допустим. Ну мой двоюродный брат. Который работает трактористом. Мой знакомый. Который работает шахтером. Ну конкретно. Ну хотя бы со мной сравнить. Я сколько печей поставил за это время. Я печник. Ты это что сделал-то? Ну ты это получал. Что? Какие льготы? И опять туда вверх. Он работает совершенно нигде не работает. Ему мамка там коммунистка помогла. Говорит. Я узнавал. Вот и все. Парнас. Голосуйте. Номер там четвертый. За Луж. За этого. За Рыжкова. Владимир Александрович. У меня на столе. Они ко мне в ящик подбросили. Я каждый день. Я все газеты там рву. По делам там. По кастрюле. А его не трогаю. Каждый день смотрю внимательно. Глаза. Брови какие у него. Гляжу. И вижу по губам. Даже я думаю. Я бы не знал его. Первый раз. Посмотрел психологический анализ. Сумел бы сказать. Сказал бы. Изнеженность. Обичивость. Просто в уголках глаз у него светится. Дальше. Сказал бы еще такое. Что ему век не проглотить. Это на лице написано. А уж он его разглаживал. Там ретушировали. А это никак не скрыть. Это все есть. Вот и все. У отца Иоанна были. А там бегать помогает. Женщина одна. Но она. Прям на лице у нее написано. Что она. Ну. Вряд людей как бы не становится. Такой как бы глупенький вид у нее. Ну. Прям написано на лице. Говорит. Лицо. И интеллектом не испорчено. Вот. Но она до того добрая. И она посмотришь. Еродивая. Но когда рядом посмотришь. Ты забываешь о всех благочестивых. Она одна все успевает делать. Мы сказали. Смородина хорошая. Она бегом уже. С тарелкой. Наверное. Ты помнишь это? Такой вид у нее. Синькин. Она везде идет. Вот так вот. Чуть ли на матушкину сестру Ольгу похожа. Поэтому. Внешний вид обманщик конечно. Но. Я-то конечно уже смотрел на него знает кто он. И думаю на лице отразилась печать. И Господь полагает печать на руку. И на лицо. Нужен ему там будет. Кто его знает. Для этого народа наверное он и нужен такой. В чем мне тут судить. Ну только. Отрабатывать надо. Я больше к чему подговорил. Если тебе больше платили. Ты должен больше работать. Я за такого депутата про одного читал в Томске. Он то ли без ног какой-то. Афганец или кто-то. Говорят. Если он в течение года или полгода не делает. Или три месяца им там срок. В Думе. Ну вот такой патриотичный. И мы его значит или убивают. Или еще что-то. Это куда он еще пойдет? Это не за рулем тебя. Здесь боли опасны. На весь мир. Тут уже беды никакой не было. Римлян 10 глава 6-9 стихи. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо. То есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну. То есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Вот последнее предложение совершенно понятно. А предыдущее? Только мудренно. Да, мудренно. Последнее вот это понятно. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. А предыдущие слова, они... С каждого слова разбирать. Каждое нужно разбирать, действительно. Тут как-то все сложно. А праведность от веры так говорит. Двоеточие. Не говори в сердце твоем, опять двоеточие, кто взойдет на небо. То есть Христа свести. Говорит о том, что зайдет на небо и тут же, то есть Христа свести. Павел предполагает диалог такой. Человек говорит, надо, чтобы безгрешен. А безгрешен только на небе теперь остались. А кто туда зайдет, чтобы его оттуда взять, да, руку и свести? Он разговаривает как с малыми ребятишками. Как будто мы так будем разговаривать, двумя между собой и говорят. Ну ладно, я понял, что надо, чтобы безгрешен. Безгрешных на земле нет, он во грехах родился. Значит, должен быть небесный, да. А кто туда пойдет, его сведет к нам? И он этот разговор выводит. А дальше, смотри, какой всплеск эмоций пойдет. Или кто сойдет в бездну? То есть Христа из мертвых возвести. Даже праведники, которые считались, их канонизировали по сегодняшнему. И они все равно шли в преисподнюю. Одно только место. И адвентисты этого не видят. Ну кого выводить, если преисподняй-то нету? Кого выводить-то, когда он в огробе лежит, а не души-то не признают? Ну вот определенное место, которое говорит, что есть преисподняй, есть душа. Нету. Ну еще я отошел. Но что удивительно, еще они отроются, сохранили. Вот что удивительно-то. Притом защищают они, а Тарьяна прямо рубится с иголистами. Адвентисты? Адвентисты. А сами породили. Он же был из адвентистов, первый это был. Вообще, насколько все удивительно в мире. И нужно все это рассмотреть. И хорошее взять. Что? Нет, все поверили. Не усиливаем еще раз. Или кто сойдет в бездну? То есть Христа из мертвых возвести. Вот первая понятна теперь стала. То есть, ну нет таких праведных, который бы зашел на небо, чтобы Христа свести оттуда для спасения. Видите, вот это вот праведность от веры так говорит. Праведность говорит. Вот даже вот на этом если остановиться, то в твое точек дальше пойдет это. А вот праведность от веры так говорит. А там впереди, ну там есть такое местописание, что праведный, нет, верой человек, верует человек для праведности. Он не для спасения. А как он войдет? А устами исповедовать и спасение. Да. Если он не будет исповедовать, а только праведностью, это возможно такое, где они тут вот. Веровать только для праведности. Верует он только для праведности. Но это возможно веровать и праведным быть. А если устами не исповедовать и делами не делать, он может быть праведным? Конечно, нет. Все увязано, а как же, вера без дел мертва. А то, что ты исповедуешь, это и есть дело уже. Это самое главное дело, исповедание веры твоей. А тут написано, праведность от веры. Тут какой нюанс? Праведность от веры, а не праведность от закона. То есть тут разбирается именно праведность в этом контексте. Евреи искали праведность от выполнения закона. Закон выполнить нельзя. А здесь он противопоставляет праведность от веры. От веры во Христа Иисуса. Вот он и говорит, что... Если вот добавить вот сюда, что от веры во Христа Иисуса... Ну, конечно, дальше-то идет речь о Христе. Либо возвести его, либо не возвести. То есть о Христе... Подожди, он сказал слова, которые нужно вернуть его назад. Праведность ты говоришь от веры. А от закона, что ты сказал, неправедность? Ну, закон имеется в виду... От закона Моисеева, то есть... Ну, как ты можешь сказать? Раз от него могла быть неправедность? Переще то, чтобы никто не мог выполнить. Ну да, вот от этого... Неуполнимость, а не неправедность. Ну, неправильно сказал совсем. Может быть, да. Ну, прости, Господи. Закон всегда свят, а я предан греху. Вот это правильно. Закон всегда свят. И от закона всегда была только праведность. И жив будет он здесь, его никто не тронет. Но на дороге не нарушай правила. И тебя и один милиционер не тронет. Закон, видите, был невыполнимым для человека просто смертного. Поэтому праведность от него получить, вот, именно полноценную... Закон указывал на грех. Ну, не стояла святофора. Я еду на любой скорости. Ну, если стояла ограничителя 50 километров, отъехал 100. Я с ним уже тебя зафиксировал. Когда появился закон, теперь определили, что такое преступление. До закона не было преступления. Он просто не знал, что это законный. Жал на гашетку. Ну, если вернуться к предыдущему стиху, жив будет ему. Игнать Тихович говорил о том, что жив... Я вспомнила это первое, но развязывается. Жив он был, он, если исполнял закон, ну, то, что конкретно, предписание какое-то, он оставался живым. А если застали ее владение, что камня, гору накидали, какая она, уже не живая. Другое дело, еще дальше отношение к вечности, жив будешь-то или нет. Но, опять же, это уже только через Христа, то есть более совершенный закон. Они определяют спасение. Пятый стих. Моисей пишет о праведности от закона. А праведность от веры так говорит. Вот противопоставление. Ну, как бы, вот праведность от закона, а это в шестом стихе уже говорится праведность от веры. Вот характеризуется праведность от закона как? И исполнивший его человек жив будет им. Но на деле мы видим, что никто его не исполнил в полноте. Только Христос. Потому и Христос пришел. Поэтому праведности от закона именно в полноте не получили. Она должна была быть. Она вела к праведности. Но получить ее не могли без Христа. Вот так бы я сказал. То есть, закон указывал на грех. Он вел тебя к праведности. Но человек в нем не мог достигнуть праведности без помощи Божией, без помощи Христа. А Христос именно исполнил закон и дал нам силу теперь. И теперь мы имеем праведность от веры во Христа. Чтобы исполнять и закон Моисеев, и закон Христов, как дальнейшее уже расширение закона Моисеева. Вот в этом контексте. Чтобы быть осторожным, конечно, в словах, конечно, это очень важно быть осторожным в изложении мысли. А почему ты думаешь, что никто его не мог исполнить? Поясни. Так если бы исполнили... Что, закон исполнили? Закон почему никто не исполнил? Ни один. Ну, был же праведник, как Сибион, правед написано. Она служила Богу день и ночь, которую Христа приняли на руки. Написано правильно. Все снисходили в ад. А? Все снисходили в ад. Они прямо назывались праведники. Ты открой, посмотри, праведники. Они назывались святыми, и Израиль назывался свят. Святым Израиль весь назывался. Тут уже тогда понятие праведности до Христа определить, и понятие праведности после Христа. Где претерии? Все до Христа. Я поговорю, до Христа. Уже тогда назывались и праведными, и святыми. Значит, чем-то они отличались от обычной массы людей. Ну, сказать, что они в полноте все исполнили. Ну, там вот какие ограничения были у них? Понимаешь как? Мы начинаем рассуждать в рамках сегодняшнего дня. И наше мнение, понятие налагаем на Божий закон. Так не делается. А свет должен от закона идти на нас и показывать, правильно где-то или неправильно. А наоборот нужно делать. А когда мы вот так начинаем рассуждать, мы понимаем, у Бога ничто не убывает, не выбывает. Это мы говорим, ну, прости. Ну, прости меня. Я-то нечаянно пнул там, мячик разбил окно. Ну, что прости? Стеклить-то надо. Я просил, а кто стеклить будет? У меня стекла нету. Ну, у меня она расколотила света. И что теперь? Она пошла, стекло принесла. Теперь Володя Пенкин пришел и начал его тут крошить и вставлять. А это без замазки так и стоит по сегодняшний день. Что у меня там, говорит, есть, что нет его. Я так и живу. Ну, вот за хорошее подбывается время. Она переколотилась теплая, ушла. Что я ее... Ну, понимаешь, что я ее не впустил. Она так любит меня, так ломилась ко мне. Я чего-то стою. Ну, вот. Так у Бога не бывает. Мы говорим о сегодняшний день. Сегодня я поступил правильно. Ходил в храм, я молился, утром встал. В тишине покою до службы помолился. Вернулся. Я сейчас только с молитвой опять пришел. Ну, пришел к вам уж. Я старался тут не согрешить. И евреев похвалил я, и коммунистов не изругал. Вроде бы я всем угодил. У Бога-то другая шкала. И вчерашний день никуда не убыл. Он за мной. Господи, прости. Ну, за стекло ты должен заплатить или я. А у Бога-то против Бога-то. Если согрешит, говорит человек против Бога. Кто будет когда-то? Писание говорит. Кто? И вчерашний-то день, он мне бы уста уже закрыл. Какой я праведный, какой я святой. Да вы посмотрели, что я там раньше-то делал до обращения-то. Вы посмотрели, кто там валялся под мостом пьяный, когда мне было 14 лет еще такой. Это моя жизнь. Она никуда не делась. И поэтому за нее надо отвечать. А ты возьмешь, это грех смерть. Оскорблял отца, мать. Это куда деть-то? У Бога ничего не выбывает. И возьмешь, это грех смерть, значит, до греха надо умереть. Значит, а кто теперь? Я уже не умер там. А какая праведность-то может быть дальше-то? Это кто-то должен взять и заплатить за это. Прямо говорит. Кто-то доносит выразить это в эквиваленте денежным, то оскорбление отца стоило тысячу рублей, матери две тысячи рублей. Ну, и прочее. У католиков это все расположено. Я мирянин, я не женатый. Она мне понравилась. Ну, мы согрешили. Ну, дело молодое, как Шариков говорил. На житое. Поскольку, ну, там у них опять 570 долларов. 570. А если я был монах, то дороже дело обойдется. 5 тысяч надо. А если я не сняю с монашкой? 58 тысяч. Потому что уже другое. То есть они разградировали сам грех. Ну, я это от них как бы беру теперь. И вот из этой стоимости, из этого реестра. Так вот, у нас каждый грех, он тоже что-то тянет. И тянет на смерть. Я говорил, поворот головы. Чего стоит? Ну, вспомните, Бог отнимает царство от Саула. За что он хотел лучше сделать? Искренне его намерение, Самуил ни во что не поставил. И послушание такое грех, как волшебство. Как обращение к бесовской силе. Кто тебе надо умел? Я тебе сказал, мол, порубить все, и ни одного барана не оставлять живых. А ты торгуешься, какие города за тобой останутся? Ага, Гаготоп отпустить. Он тут же ему мечом голову отрубил. Вот какой грех. И при том, это было не один раз. Не один раз. Бог называет одного человека только кратчайшим. Это не Давида, никого не назвал. Кратчайший. Но никто так не казнил, даже Давыд, как этот кратчайший человек. Если приписать ему, дафана Верона Корея, живьем, с детьми, с шатрами в преисподнюю. В огонь вечный-то. И он, однако, не угодил Богу. Скажи, скалей, трудно ли выполнить? Скажи, он должен был сказать, скала. Или сказать, это скала. Дай воду. Все, отошел. Вода хлынула, потекли ручьи. А он говорит, неужели из этой скалы ударить? Да что мне возьмешь? Это каленая под огнем-то. И вдруг она разверзлась. И Бог сказал, и ты не войдешь. Ты не явил славы моей. Вода явлена народу. Люди написали, но моей славы, чтобы от одного слова, повторенного за мной, отверзли скалы лопнули. Такого ты не мог сделать. Это только я. А тут подумали, да у него жезл, а не просто было. У него там адамантовый такой наконечник, он как кнул. Но я сидел тут, как коротенькая такая, маленькая была пленочка всего. Она ее пробила, вода оттуда хлынула. Тут все. Начинает ум уже мудрование. Но Господь ему поставил, вину не это говорит, что. Но он что сказал? И погрешил Моисея устами. Не жезлом. 105-й псалом. Устами. Неужели из этой скалы? Слово неужели у нас должно быть исключено? Бог сказал, я так делаю. А как оно будет дальше? Не знаю. Бог мне сказал, иди и благовествуй. Так а все попы против. Ну что, что? У них другой путь. И они должны выполнять волю своего хозяина. Я своего. Я понимаю, что эти люди не знают Бога. И по наваждению. Вот ангел сатаны удручает меня. Ангел жалу вплоть. Все это гонители все. Так они лгут. Но я и сказал, что они лгут. У них свой хозяин. Я на них нигде не солгал. Если бы они были умные, они бы меня давно уже вызвали. И сказали, вот вы говорите здесь так. Дайте объяснение. Это на каком основании? Вы принижаете авторитет патриарха. Ну пусть патриарх на меня в суд подаст. Или священники. Ни одного нигде. Десять-то лет. Это уже задавностью все прощено. По юридическим нормам. Вот и все. То есть до Христа была так же и вера, и праведность была. Но праведность вот та, которая была до Христа, они все все равно не сходили в преисподнюю. Все до одного. А праведность теперь уже после Христа, она выражается в тех словах, что Господь говорит. Пока ты, ну как бы условно так можно сказать, пока ты помнишь о своих грехах, я о них забываю. Как только ты про них забываешь, я про них вспоминаю. Он омыл грехи. Он омыл грехи всего мира, и мои грехи омыл на кресте. И тут уже есть возможность не спускаться в преисподние места, а обрести спасение. Через искреннее покаяние, которое Господь принимает и говорит, я заброшу твои грехи за плечо и более о них не вспомяну. Вот в чем разность праведности до Христа и праведности теперь после Христа, когда Господь совершил эту жертву. Так, ну хорошо, маленько отдохните. Выходит, праведность ветхозаветного человека и праведность новозаветного человека неравнозначны. Неравнозначны благодаря Христу. Не то, что мы стали лучше. Наша человеческая пирона осталась прежней. То есть тут... Нет, зачем разбираем? Да потому, что вот этот стих, вот как раз он с этим связан. Мы разбираем эту тему, уже не одну занятия. Ну и правильно. Достаточно трудная тема, поэтому разбираем. Значит, праведность, так я понял, чтобы не пудать в Ветхом Завете Христос не умер за грех. Еще никто не умирал, еще никто не умирал. Он мог жить чисто, свято, он мог выполнять требования закона, но согрешив когда-либо в одном, хотя бы просто, и это даже, может, никто не видел, никогда и не знал, он уже терял вот эту праведность абсолютно. Нет, он ее не терял, он ее приобретал в процессе жизни, исполняя закон, пытаясь... Он уже был не свят, он уже был не свят, он все, он уже не мог жить, вот праведный им живой. Он был не свят в нашем нынешнем понимании. А теперь, когда, в любом понимании, а теперь, когда Христос умер за грех, теперь он, так же живя, но согрешит, может обратиться к жертве Христовой, и он уже очищен. Он под этим вот, под этим водопадом крови, он защищен уже от гнева Отца Бога. Отца Бога. Но я бы добавил, что и во Христе человек может достигнуть намного больше, чем могли достигнуть и Моисея, и все вискозаветные праведники. То есть именно благодатью Божией Христовой. Понятно. Отдохните немножко. Мы тут сегодня разговаривали, как раз про Василию рассказывал. Ты как надумал-то прийти? Или кто-то послал тебя? Нет, я на занятия пришел. А, на занятия? Да. А ты еще же свои желания не выпал. Ты хотел на один сантиметр, трехсантиметровую бороду, а отрезал почти полностью. Нет, я подровнял. Никакой подровнял. Я спрашивал, на сколько там спрашивают? Ты говоришь, я замерил на три сантиметра у тебя борода. Я говорю, на сколько? Ты говоришь, на сантиметр. Ну, прошел неполный, ну, месяц прошел, и ты уже не на сантиметр его убрал, а, ну, у тебя три сантиметра, значит, на 2,7 сантиметра. Почему так быстро-то? Мы говорим, потом еще подровняешь, а потом ничего не будет. Так что быстро на такое, это не подровнял, это убрал бороду. Бороды нету. Подровнять это только вот, подровнять она вот, вот здесь подровнять. Я спрашивал, ты помнишь, о сантиметрах замерил? А ты эти слова забыл, когда брался-то? Или ты как? Почему ты свои слова-то не выполнил? Один сантиметр, он снял все. Ну, это просто щетина, человек не брился, бороды-то нету. Это любой может послушать. Мама слышала тебе? Говорит, нет. Смотрела? Наверное, смотрела. Смотрела, наверное. Я ничего вообще не написал. Написал Вася и борода, два слова. Ну, понятно, чтобы как найти было. А отнес к такой тематике диалог. Я сначала не поставил в общую, а потом подумал, нет, это просто диалог. Это не в общую не было. Почему ты ее полностью-то снял? Свидетели этому, во-первых, записано на пленку. Второе, то, что там было три свидетеля. Виктор Николаевич, Володя Пащенко. И вот снимает Сергей Пупков. Ну, и я. И пять человек было. Почему ты сразу все снял? Значит, за этим крылось. Я тебе говорил, Вася, ты лукавишь. Это не искренно. А ты нет? Лукавство было. Обман. Самый настоящий обман. А кому обмануть-то? Сказал бы, я убираю, никто тебе не скажет, давай, не убирай. Ты властен бородой-то. Но зачем это нужно было сразу-то говорить? Ты уже заранее мог знать? А если уже ты дал слово, говорит. Ну, не дал слово, крепись. А вот если дал, держись, теперь выполни. У верующих должно быть да. Да? Да? Один сантиметр. Значит, да. А нет? Значит, нет. Не буду бороду трогать или не буду носить. Но у тебя получилось да, превратилось в нет. А, например, все остальное от кого? От лукавого. Значит, ты говорил от лукавого и поступал от лукавого. А это уже грех. И грех смертный. Смертный не в бороде, а в этом отношении. Зачем же ты так сделал? Даже если бы ты дома подшел в зеркало, никого нет, ты бы сам себе сказал, мне больше нельзя трогать. Вот. Я сказал, никто тебя не тянул за язык. Я бы сказал, ну, хочешь подрезать? Ну, не снимай всю. Оставь два сантиметра. Я же не говорил. Я спрашиваю, а на сколько? Витя, я дал линейку, я линейку замериваю, три. Я говорю, на сколько? У тебя не подготовлены были эти вопросы. Ты как-то глазами заводил это, ну, на сантиметр. Я говорю, а потом, а ножа отрастет. Я опять его подрежу. Ты не сказал, тогда на два отрежу. Подрежу. Я говорю, а потом, ты говоришь, еще подрежу. То есть два сантиметра ты вмонтировал. И вдруг, в течение одного места еще нет. А Витя говорит, ты так потом, дальше потом сбрежешь. Это у всех так было. Так говорил? Да, говорил. Так говорил. Кто прав был? Ты или Витя? Виктор Николаевич. Виктор Николаевич. А ты-то зачем это говорил, когда знал, что это не будет? А если даже ты не знал? Не знал. Ну, не знал. Ну, это слово-то тобой давно было. Как ты не мог это забыть? В течение одного месяца ты все нарушил. Слово наше написано, говорит, не будь скоро в словах, потому что перед Богом пишется памятная книга. И Богу не угодно это, если человек говорил и не сделал. Это дерево валится. Он просто повален будет. Перед Богом данное слово человек должен выполнить. Представь, Саул сказал, если кто до вечера вкусит, смертью умрет. Но в этот день победа началась через родного сына Иоаннафана. И он вечером стал вопрошать, Бог не отвечает. От всего Израиля Бог сразу отнял руку. Потому что вкусили. А он не знал, что нельзя есть. Он меда вкусил немного. Это эпиграф Цири Лермонтов взятым. И когда стали они выходить, пало на царский дом. Тогда по дому пошли. Ну, жеребий показал на него. Все, что ты взялся? Он говорит, я немного меда вкусил и должен умереть. Ты должен умереть. Весь народ встал на него. Златоуз, говорит, две петли сатана накинул. Первая сатанинская петля была. А Саул сказал, каждый умрет. А теперь эту петлю народ разрывает. Не отдадим. Все. А вот еще один сделает. Да не отдадим. Через него победа пришла перед землян. То есть здесь уже началось у них, говорит, одну за другой петлей накидывает. То на народ, то на этих. На тебя сатана петлю накидывал. Ты через это должен был понять. Дело не в бороде. Я сегодня пытался твой поступок здесь обосновать. Как? За этим видится более глубокая яма. Более страшная яма. Я даже и спрашивать теперь не буду, так это было или не так, потому что лукавый ты. Лукавишь и лжешь. Путь тебе сюда не закрыт, еще раз сказали. Когда ты сидел, я говорю, Вася, ты только не трожь городу и приходи назад. Ну, посмеялся на тобой сатана. Ты здесь родился. Ни с кем не проститься. Никому не спасибо, ничего не спаси Христос тебе сказать. И лучше ты нашел? Конечно нет. Если там такие же занятия идут, зачем ты сюда пришел? Твое действие показывает, что не все тебе умерло еще. Это какая-то живая еще клеточка, она заговорила в тебе. Здесь мы разбираем Божественное Писание. И там ты этого не нашел. Это твой приход, как раз я поговорил, там этого нет. И не будет. Они пошли не потому, что они хотели благовествовать жить, как рожденные Вадимой Духом Божьим, а потому, что устав церковный отнимал власть у староста. Только там уже ничего не было. Новый церковный устав, и они ему не подчинились. А устав сошел от Патриархии Синода. Больше там еще не было. Из-за устава. Мы под этот устав не пойдем. Сейчас епископу сказал, а я староста убираю. У нас не может он меня убрать. Меня народ избрал. Я сам умощала. Меня как считает образователь, руководитель и тому прочее. Я эти слова бросаю. Но я избран голосованием. Открытым, всеобщим голосованием. Вот с 91-го года община была зарегистрирована. И через три года срок староста, полномочий. Каждый раз голосуют. Меня епископ не может убрать. Ни митрополит, ни кто. Потому что это у нас в уставе записано. А у них это отняли. А сейчас епископу не нравится, Георгий. Раздавнул их, как лопам на свалку. Поэтому там никаких изменений быть не может. Чтобы вот люди, которые у нас бывали, и посмотрели, вот то, что у вас есть, они пытались у себя ввести в общине. Ну и приезжают, проходит какое-то время, а потом я их спрашиваю, ну что-нибудь сделали? Нет, говорит, не смог. Это нельзя. Это надо с каждым человеком трудиться. Даже вот такую общину, вот здесь, 14 человек, не создать. Чтобы был порядок во всем. В постах, молитве, в канонах, в ненарушимости. Вот что нужно делать? Уголь привезли вчера. Надо топить, все же надо. Приходи, надо покидать будет. Сегодняшним теплом ты греешься. Возьми за батарею и скажи, я должен прийти уголь покидать. Кидать некому. Ты говоришь, доброе дело. Начнешь помаленьку оттуда выдираться. У отца Георгия ты не найдешь никогда того, что у нас есть. Тем более я говорил, когда лгал на суде и прочее. Я говорю факты, которые были в его биографии. Не то, чтобы его опорочить. У него просто этого нет. Это такие же, как в Московской Патриархии. Они просто все отошли, ни одного дня не трудились. У нас никто ниоткуда не приходил. Они приходили, наши люди, через занятия. Любого спроси. Вот сидит Татьяна Бузменишев, ты знаешь как. Я во все учреждения посылал пригласительное. А она в это время, я работала-то. В техникуме. Ну, в Ромшин. В кооперативном техникуме. Кем ты была там? Я мастер производственного обучения. Вот все. И они пришли, кажется, с Любовью Петровной. Да. Двое. Нас много пришло. У нас занятия пришло. Нас человек 12 пришло. Были женщины верующие, которые уже и верили давно. Занятия всем понравились очень. Со временем только мы вдвоем остались. Понятный какой отсев идет большой. А там ничего не было, никакого отсева. А у вас люди уходят. Уходят, это естественно отбор. Его делает Бог. А у них уходят, у них не могут уходить. Некуда они этот мир. Они в мире. Он порог перешагнул, причащайся. Над ним ни одной минуты Бог не трудился. Здесь с каждым. Вот с ней случилась беда. Сколько она мне стоила это? Вот она сидит рядом. Сколько молитв, сколько слез о тебе пролито. Он за одну душу не страдал, этот священник. Он это не знает. Любого, кого не возьми. Вон она очки надела. Смотри. Покажи ее. Адвентистка. Законная адвентистка. Она пришла. Обрати назад. Покажи там. Ее дочь сидит. Она пришла в детский лагерь. Теперь она сидит со своим мужем красавцем. Дочка здесь бегает. И муж благовестник. В самую длительную командировку ездил. На охотку. Это работа с конкретной душой. И они мне сейчас несторонние. Я всю дорогу пилил за неправильным кем-то отношением. Все. Казалось, у меня самые недобрые отношения будут с его тещей. У нас брат и сестра родные. И с ним все наванилось. А она была такая, мне казалось, вреднее. Никого в лагере нет. Ничего подобного. Самая близкая помощница. Я нигде не поставил крест ни на ком. А только молился. И Господь показал. Понятно? Он ни над одной душой не может трудиться. Почему? А с кем? Которые люди, они здесь дальше ходила. Лишь бы рука ходила. Здесь другое отношение. У него безбородые. И разницы никакой нету. Какие они? Никакой. Никакой формы нету. Кто пост соблюдает, нет. Рада даже не говорит. А комонов даже свечи какие они берут. Это ж я не знаю. Это уж простецкое такое дело. Понятно? Да. Терять одно и другое. Ну, я тебе говорил. Если ты бороду коснешься и вернешься, то пусть через дешевле пока вырастет борода. Это согласно закона. Так было. Насмеялись на слугами Давида. Так было. Нас умер, а сын Иоанн, молодежь, послушал и надругался. И написано очень обесчищенно. А Дина дочь была изнасилована, обесчищена только. И поэтому, согласно слову Библии, брить бороду, это больше, чем изнасилование. Больше. Чем бы тебя, мужики, говорят, сделали мамой. Это больше. Своими руками. Согласно слову Божию, при том. Слово стоит очень обесчищенное. И выход только один. Ты посмотрел бы сейчас только, какие у нас отзывы идут в интернете. Ни одного отрицательного на нашем благовестии. Попы не вылазят. Они только заочно там где-то клевещут. Сектанты разных уровней. Католики из Рима. Кого только нет. Вот это мы проехали. Как бы мы хотели с вами побыть. Передайте опыт. Скорее я начал писать. Не оторвутся. У вас писательский талант. Да при чем тут талант? Я просто беру и пишу. Я не думаю ни о таланте, ни о каком. И фотографии. Конечно фотографии мировые. Все просто ахают. И женщины сколько можем. Мы бы тоже поехали. Не знаю, что я говорю. О чем говоришь. Это вы видите только то, что на виду. А дальше это что там было? Это же 240 городок я должен был сопротивление сломить. И все покорить по ноге Христу. Я говорю еще из библиотеки. Заходишь, она даже слышать не хочет. Это в течение 10 минут полностью меняется обстановка. Когда камера бунтовала, голодующих в тюрьме. Там человек может 15 было. Меня запустили. И начальник тюрьмы мне звонит ночью. Что вы могли сказать, что они все вышли из голодовки? Как это можно? Я всю жизнь в этой системе пенсионерной проработал. И не видал. Я ему рассказываю, как я что-то сказал. По любви. Если тебя кто-то ждет и помогает там. Так и здесь. Тебя там никто не ждал. Ты пришел нежданный. У меня было предположение такое, что с тобой поработали до этого. Поработали. И тебя, Раиса Николаевна, туда толкнуло. Она главный здесь вдохновитель-то. Она. Она с Аглидатой. Она должна была быть там. Ну, я тебе не верю в то, что они не так. Но это предположение. Почему? Здесь смотреть не еще. Все записи на столе ФСБ лежат. А там новое. Тем более ему приписывали опасное преступление. Георгий. Вот этот убитый студент корейский. После этого еще там что-то с Черной Соти, кажется, писали. Там был Будь здоров. Блокировали. Штурмовали. Этот храм не хотели отдавать. Я не знаю, где он был. Кажется, в научном городке. В городке. Ну да. У нас ничего этого нет. Теперь нужно туда, я говорю, подсадить свою наседку или утку, как говорят. Скажут, Нита, ну все сходится на этом. У нас была одна в общине. Я прихожу, представитель, не звать не представителя, а полномочный представитель, он сейчас называется федеральный инспектор. Там тогда был Шуба Николай. А сейчас работает там бывший он, ой, Виктор, кажется, Сергеевич его, учитель Нититов. Вот. Он в милиции железнодорожной работал. И вот тогда был который тот там, Оськин. И он говорил, на вас жалобы, Игнатий Тихонович, из вашей общины. Я говорю, в чем дело? Очень строго. Ну а вы что, я сказал строго, да, уйди там выйти, да, можно? Говорю, да, выходи. Ну а почему не уйдете? Потому что то, говорит инспектор, а человек подсажен с другой организацией. Она все говорит. А с теми я встречаюсь. Да мы-то все знаем, что у вас там делается. Ну представитель, майор, он говорит. Я говорю, а что знать-то, у нас еще нет? Да вот тут и оно, что ничего нету. Ничего и нету. И поэтому этот человек там не нужен у нас. Он не нужен. И что с этим человеком? Да ничего, он отзывается в другое место. Он специально послан, да. А она на меня как поднялась, да я вас посажу за то, что вы меня подозреваете. Такой статьи нету. У меня документов нет подтвердить. Но это так. И она ушла. Ушла, все прекратилось. Ни одной жалобы больше нету. Это стопроцентное попадание в очко было. И вы знаете, о ком речь идет. Вот и все. Она была сотрудницей. А почему я так подумал? Когда я стал говорить, кто курировал мое дело, первый раз меня арестовали по санкции МГБ, Московской КГБ, под судья Ладимитрия Дуко. А она, я говорю, а у меня был тут Никулин. А она говорит, Юрий Михайлович, еще себе. Да кто же знает КГБских работников, полковника. Я говорю, Щепин. Она его называет. Я говорю, был Беденко. Она говорит, Александр Семенович. Вот это да. Ни один не знает. Как она может знать обыкновенная женщина? Знать тайных сотрудников, профессионалов. Как? Беденко это не просто работник. Он на моем деле заработал, знаешь, какие звезды? В скором времени он стал генерал-майором в охране Бориса Николаевича Ельцина. За меня молятся в КГБ. Знаешь, кому повысились? Нет, один сейчас встречается и говорит, полковник, он меня руки жмет, а вы меня помните? Я говорю, нет, да я Акимов. Я думаю, у меня брат Аким. А в чем дело? Каждый раз, когда я с вами встречался, военком меня вызывал-то, а у меня были там погрешности. Я думал, ну теперь меня дадут нагонять. Прихожу, мне звания повышают. И последний раз пошел когда вы опять мне встретились. А у меня было серьезное нарушение. Ну я думал, снимут погоны. А мне полковника дали. Встреча с вами несет радость. Я говорю, все звездочки получил, посвещайся с вами. Вот здесь, вместо, на нашей улице. Встреча, а ты уходишь от нас. У тебя было звание неповрежденная борода. Теперь этого знания нет. Ты уже первое звание потерял. Второе. Ты был здесь нужен на каждое дело. Тем более я занимаюсь в интернете. И нету. Надежда Васильевна берет соседнюю комнату. Бабушек там сидит. У меня может быть Сергей, Володя. Ты общежитие? О. А у меня-то жить-то одно удовольствие было жить. Все бесплатно. Все бесплатно. До питания. Ни копейки не тратить. Пешком в университет ходить. Если тебя где-то вербовали, они, ну как иностранному студенту, предъявляли какие-то требования, я скажу, что они превысили свои полномочия. Просто этого делать нельзя было. И я и мог бы даже, как говорится, снять с тебя это клеймо. Ко мне приходит один человек, а он был просто, приехал защищать диссертацию. Сюда. Но мы с ним очень близки. Михаил Борюков. Михаил Афанасьевич. Это Булгаков такой же, Михаил Афанасьевич. Вот он приходит, говорит, меня в КГБ вызывали. И, ну, я говорю, что, ну, расспрашивали про вас. А потом, потом сказали только этот разговор между нами, чтобы никому не говорили. Ну, я говорю, что я сказал, хорошо. Как, ты сказал им, хорошо, что только с ними, а со мной нет, нет. Я говорю, вставай, выходи из дома. Как так? Так сейчас, слушаю, вечер, куда я пойду? А у него жить-то нет. Меня это не касается. Иди в КГБ, на Христе ночью. У тебя с ними заведённый секрет? Зачем ты? Какой ты мне друг, когда скрываешься-то? Да как ты? У тебя с ними дружба. Ко мне уже больше входа тебя нет. Я дружу с ними, но я слово-то не давал-то. А что я должен сделать? Взять слово обратно. Ты мне будешь всё рассказывать, что посчитаешь нужным. А себя не связывать. Он что взял? Пошёл в КГБ. А время уже, солнце на закате. Позвонил, уже закрыто. Вышли. Что, мне такой-то нужен. Петин. Так, выходной день. Меня не касается. Я не буду, я сейчас лягу здесь, тут дверь и буду лежать. А Лео вызвали какая-то беда, ваш подопечный. Они уже своим считают. Приехал. В чём дело, Михаил Фанасьевич? Я вам дал слово, что не буду говорить. Ну да. Так меня теперь, куда я теперь пойду? Как куда? А вы где были? Мне везде отказано теперь. Считаете, я ваш сотрудник? Да какой же вы сотрудник? Мы просто так за столом сидели и говорили. Нет, я беру своё слово назад. Я буду говорить. Да говорить, что с вами? Всё. Я беру слово назад. Что ж меня вызывали сколько раз? Столько раз я буду докладывать друзьям. Слушай, ну хорошо, больше ни разу его не вызвали. Вернулся и стал зятем у меня. Женился на моей родной сестре. Понятно? Эти канаты, они наводят очень быстро. Они профессионалы. И как один из сотрудников КГБ, ставший у нас священником потом, он говорил, нам их никогда не переплюнуть. Там учат, будь здоров. И поэтому не пытайся, даже не знаешь, как каготок тебе там Витя говорит. И увязнет всё, уже бороды нету полностью. А всего-то прошло ничего. Ну, я могу число показать. Ну, не больше полтора месяца. Ты должен сказать, да, слово твое ничего не значило. Ты не держишь слово своё. И ничего ты не выгодал, кроме того, что ты нарушитель. Вот и всё. Не щади себя. Моё отношение к тебе не изменилось. Нисколько. Ну, я просто скорблю о тебе, и каждый день отдельно о тебе молитва. Отдельно. Я сегодня людям говорил, говорят, Вася у меня жил, может быть, 9 месяцев. Он меня ни разу не огорчил. Говорил? Да. Я его хвалил матери и бабе, а баба говорит, захвалил его совсем, он не такой, как есть. Я говорю, баба, а что буду говорить плохо, когда всё хорошо? Мы живём душа в душу. Ну, так нет? Ты это знаешь. И для меня это было полной неожиданностью. И объяснить бородой нельзя. Борода – это просто не вся инструкция получена, так я понимаю. Отвечать было нечего. И ты, когда говоришь, я раз, наверное, на 5 просмотрел, я смотрю, как ты говоришь, как глаза закатываешь, как всё. Я смотрю, как помешанный какой-то. Это что, зомбирование произошло? Я не люблю это слово. Как совершенно ненормально, ни на вопрос не отвечаешь. Как ты вышел на отца Георгия? По сегодняшней дне непонятно. Не ответил. Как ты на него вышел? Один вопрос остался. Через интернет. А как ты его искал? Зачем? Я его не искал. А как ты вышел на него? Встретився в личной встрече? Нет. В личной встрече я пришёл в церковь к ним. Я нашёл церковь, что есть такая церковь в Барнауле. Пересечение Малахова-Эмилия Алексеева и пришёл туда. А зачем ты искал церковь? Я тебя спрашиваю, что тебя не удовлетворяло? Ты говоришь, всё удовлетворяло. А если всё удовлетворяло, зачем ты пошёл по чужим церквам или по помойкам даже? Ты можешь натолкнуться на арментистов, на яговистов. Там много что в интернете есть. Если тебя всё удовлетворяло, тебя все любят до одного. Это редкий случай, когда у тебя вообще даже порошинки не было, задоринки, как говорят. Все тебя любят. Мыться каждую неделю идёшь вон к Татьяне. Хлеб нам готовит не Анила. Я назову только где, с кем ты знаешь. И ты везде нужен был, вдруг стал искать, когда я уехал. Один был, но ты не учился, а искал. Какая сила тебя подвинула? Ты должен мотивировать чем-то. Я пошёл искать. С чего искать? И куда я пойду искать? У меня жена. Жена лишилась зрения. Это моя жена. Но она с ума сошла через день. До смерти я не могу жениться, а сумасшедшей буду возиться. Сегодня пытаются каноны какие-то. Нет других канонов. При живом выйдет замуж, называется прелюбодейцей. И точно так и я. Ещё же при живой матери церкви, когда всё удовлетворяет, и ты знаешь, какая дисциплина, и какое время тут идёт. Ты в оглашённых дня не был. Ты с детства крещён. Ещё это влияет роль. У тебя не было рождения с муками. Шёл, а в семье-то один безразличный, другая там суетея, и у тебя не было настоящего рождения свыше. Только этим можно объяснить. Больше ничем. Или, как я подумал, ну это просто перевербовка. Ищи Розавису Николаевну. Там нужна подсадная утка. У него там не всё известно. И нужен человек, который будет работать на соцсетях. При струне или иначе из страны выдворим. Я так подумал. Больше ничем не нахожу объяснение. Пока на сегодняшний день. Я сегодня так говорил? Да. Я тебе сразу говорю так. Но я говорю, я не утверждал, и документов нет. Но у меня один ходил, кажется, Кощетков его фамилия, Саша. И потом он заболел. Ходил на занятия. И позвонил. И простите меня, Игнатий Тихонович. Я был с наглядатой. Меня КГБ специально к вам послало. Он в дом был вхожий. Ну и что? Ну я всё докладывал. А как сейчас-то? Каждую неделю. Я должен был написать, что видел. А что ты видел? Ну шли занятия. А ещё что? Ну у вас сестра жила? Ну жила. Она прописана. Она в чём секрета? Ну вот у меня совесть там. Да помирайте свободно. А лучше не умирай. Живи в Боге. Совесть будет мучить за всё это. И за бороду, и за всё остальное. Твоя совесть была здесь спокойна. Представьте, моё доверие было такое, что в моей комнате ты остался один. Этого не было никогда. Вообще никогда. Ты единственный у меня, кому я доверил полностью дома уехал. Со всем, что у меня есть. Со всем имуществом. Ты моим будильником не пользовался? Нет. Нет. Батарейку там вырезал. Я даже мелочи такие. Тебя всякому делу учил шторки закрывать. Ты мне семечки брал, голове моих приважал, на руку садились тебе. То есть ты как я был. И вдруг начал искать отца Георгия. А зачем ты его искал? Вообще-то у меня не было в планах оставаться. Когда я приехал из Греции сюда, у меня не было в планах жить и находиться в этой общине. Поясни, почему ты решил, что община, где ты родила, мать твои все были. Почему ты решил что-то искать? И заранее ты знал что-нибудь в общине. Что тебе не нравилось в этой общине? Когда ты только приехал. Ну, скажем так, нужда тебя загнала. Так, по нужде пришел, не по убеждению. А борода была не по убеждению. Нет. А пришел я. У меня цель была один год прожить именно у вас. Ну, да. Прожил. Я так вот и... Почему со мной на эту тему ни разу разговор не завел? Я оставил тебя, а ты в это время намыливался уйти. Ну, ты мог по-честному-то сказать. Вот эта нечестность тебя просто прет. Ты вызвал доверие мое полное. Я не подозрительный. Подозрительный. Мне трудно вызвать. У него ничем не обоснованно. Мать. Его мать. Я из-за матери. И с отцом-то неплохие отношения. Хотя отец его, примерно, вот такой же веры. Он в отца пошел. И ты ни слова не сказал. Ну, ты боялся вообще. Но когда ты был, ты же увидел, что то, чего боялся, нету или есть? Нашел подтверждение? Нет, я не боялся. А чего? Дело в том, что, когда я поступал, я не был уверен, что я поступлю. И я помолился и сказал, что если я поступлю, я один год проживу у Игната Тихоновича. И если бы вы мне не предложили, я бы все равно просил себе пожить у вас. Значит, награда моя, не твоя. Знаю, что ты в нужде. Я сразу сказал, мои двери открыты. Хотя были люди, которые отговаривали. Ну, с Игнатием не уживешься, рано вставать. Он замолился там, запастился. Ну, не замолился, не запастился. Учеба у тебя шла нормально. Ну, год-то прошел, этот год тебя должен был приблизить к нам. Речь-то не шла о квартире. Я не о квартире решил. Даже ты ушел. Тебя у Петеримовых нашли там. Каждый день тебе пять раз надо мыться. Ну, мойся ты там. Пожалуйста. Вот она, Алифтина-то сидит. Вот она. Ну, приглашали? Ну, все. Пусть придет я. Никакой. Ну, и ты пошел-то дальше. Ты оставляешь место, где, ну, сказать, ну, даже несознательно, ты крещен. Ты исповедовался. Твой духовный отец. Ты причащался. Друзья. Тебе все... Или ты никого друзьями тут не считаешь? Почему? Ну, хоть один-то кто-то есть в дружеских отношениях с тобой? Ну, как сказать в дружеских? Со всеми я в одинаковых отношениях... То есть у тебя шкала, к слову, друг, столь высока, что под эту шкалу ни один не подходит. Вот у меня сидит Сергей Пупков, это друг мой. Это друзья мои. Вот заходят здесь, ни одного, ни друга здесь нет. Никого нет. Потому что про Виктора Андреевича говорить не надо. Покажи его. Это я... Говорят, собор рвется надо. Он меня собор рвется, врач коревой больницы. То есть он меня прощупал, говорит, да это от хондроза там. Ну, все, я больше ничего не надо. Колени не сгибаются. Он говорит, да это от хондроза там. Все, я вылечился. Я поехал и проехал. Он только пощупает меня, скажет, не надо. И все достаточно. Это все мои друзья. Уж не говорю, это тянет изменившие. Ну, все. Как за это время ты никого не можешь другом назвать? Все одинаково. Одинаково в степени друг, за которого я готов все отдать. И ты здесь был, это не два дня. И неужели пребывание твое здесь не изменило твоего намерения остаться здесь навсегда? Нет, не изменило. Не изменило. С чем это вызвано было? Что ты нашел где лучше? Ты, ну, вот допустим так. Здесь очень плохо. Но нужда тебя загнала. И ты только думал, как бы вырваться. Но вырваться нельзя под моим контролем. Я ему ничего не скажу. Буду думать, что нормально. Он пусть, он так думает. Но как-то, как он уйдет, я сразу улезну. Ведь так получилось-то по распоряжению с чем-то. Так? Если все нормально. Ты пошел лучше. Я спрашиваю. Ну, ты там лучше? Нет. Лучше, говорит, потеряй. Сказать, общение. Здесь ничего нет. Ты говорил это? Да. Говорил. Значит, это твое убеждение. И пойти искать худшего. Сказать, раз лучшего нет, такой общения нет. И ты заранее знал, что я пойду на худшее. Да какой же ты после этого-то? Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Ты по слове, если все опровергаешь. Какой ты после этого? Так, кто хочет сейчас сказать по этому вопросу? Я так обрадовалась сегодня, что он вернулся. Думаю, вернулся. Наверное, что-то осознал. Я даже и бороду не заметила. Дело в том, что говорят, ушел ты, не ушел, ничего не теряем. Мы очень много теряем. Много теряем не потому, что ты нужный человек. А теряем в твоем лице душу, над которой трудились. И она там находится, где над тобой трудиться никто не будет. Да, у тебя не было тягу к изучению Священного Писания. Много ты разговаривал, болтал там с греками. Ну, прям много. Я тебе даже говорю, Ось, тебе учить надо вот эти уроки. Медицину. Ну, говорил? Да. Ну, я зачем говорил-то? Мне, значит, ты не безразличен был. Уезжая, я наказал, где что брать, чем питаться. Главное, чтобы запирать только все было. У меня к твоему пребыванию здесь ни одного замечания нет. А мне угодить непросто. Мне главное, чтобы ты выполнял. А ты выполнял. Несколько раз было, где-то ты маленько не так делал-то. Долго застал. Мне сказал, ты на татаро вышел раньше меня. Я другим похвалился. Вот это да. Он раньше меня вышел. Я что-то скажу. Что-то воды-то вроде нет. Я между собой там бурщу. Гляжу, уже ведра гремят на улице. Он побежал, принес. То есть он перехватывал все. Это качество, которое говорят, что над этой душой можно трудиться. И вдруг он такой фортель выкинул, и Господь меня просто осадил. Не спеши. Не спеши. А тракт молчания закончился. Эта птичка запоет и заговорит. Понятно? Ты в моей молитве вышел чуть ли не на первое место, когда я все поговорил с тобой и увидел. Я это отношу к помутнению разума и одержимости. Больше ничем не объяснимо. Ну и остальное все из этого идет. Как ты можешь? Потеря веры? Это потеря веры. В течение девяти месяцев ты не нашел ничего у нас отрицательного. Я тебя спрашивал. Что, ты не удовлетворял? Ты говоришь, нет, все нравится. Это так? Это прямо написано так. Теперь объясни. Почему после этого ты продолжал искать еще что-то и пошел туда, где тебя знать никто не знает. Если они знают, что ты из общины, как они называют, не крестовозреженская, а лапкина, то к тебе относиться будут никогда не будут хорошо относиться. Запомни. Они все воспитаны на вражде ко мне. Никогда. Сколько бы ты ни был там, и даже кого-то там полюбишь, там девушка какая-то будет, они будут поговорить. Они тебя не назовут старовером, адвентистом, но будут говорить от лапкина. Будьте осторожны. Осторожны. Они не объясняют, что такое осторожен, но настороженность у них там, на другом генетическом уровне. А они не такие. Мы разные. И ты пошел туда, где другие разные. Поверь, я с людьми все время общаюсь, и объяснения в твоем уходе никакого не нахожу. Ну, кроме того, что я высказал. Ну, и что ты пришел к отцу Георгика? Просто пришел, сел и все. Или к ним встретился и сказал, я хочу к тебе перейти. Да. И к нему подошел. И что ты ему объяснил? Ну, я сказал, что есть крестовозреженская община. Он не спросил, а почему пришел сюда? Нет. Да как же это? Вася, а ты... Побриже, кто хочет сказать, подойди, чтобы я слышу. А ты как узнал по поводу, кому ты должен перейти, или как это у тебя сформировалось? Желание это. Так, сначала мой вопрос. Он тебя не спросил даже, а как сказал? Ну и хорошо? Нет. Он просто меня спросил, как я отношусь... Как я отношусь... К Агафангелу? Нет. К русскому языку на богослужение. Чтобы не было его там. Как я отношусь к тому, что носят оружие? То, что они воюют. У нас не воюют. Заметьте, он эти пункты уже вычислил. Это все на тебя возлагается. Он тебя уже подвел под смерть. Взявшись, бишь, от меча погибли. С первой же минуты ты должен был ринуться в окно или в дверь оттуда. Еще что? Это первая история. Ну вот эти вот. Все. Смертельные. То есть он сразу его затащил на ту сторону, где грозит смерть. Никакой формы там у него. Это даже про это не надо. Это внешнее. А что ему нужно воевать? За кого? И зачем он тебя спрашивает, когда ты пришел еще в армии, а служил в Греции? Зачем ему это нужно? Ты эти вопросы-то научись ставить. Зачем ему это нужно? Выспоить это не входит. В исповедальники этого нет нигде. Как ты относишься к этому? А то военкомат будет спрашивать. Он еще в военкомате служит. Этот вопрос военком задает, когда призывает. У нас люди написали заявление, которые служили, не служили, что мы отказываемся от этого в армию пойти, мы пойдем на альтернативную основу. У нас сходили, заявления подали, кого-то в армию призвали, а большинство даже призывать и стали. Идет сегодня разложение армии, это хорошо и одобрительно относится, что если мы не пойдем служить. Такое время удивительное сегодня. Чтобы сопротивления не было, когда начнут развали от России. Он тебя в партизанские отряды уже записал. Ты еще ничего не понимаешь, как кур, говорит, ващи. Ты куда залез-то? Ну и дальше. Какой дальше разговор? Ну и все он объяснил. Вернее, он меня спросил, как я буду ходить. Я говорю, ну как? Как субботы, воскресенья на богослужение. И все. Все. Больше ничего не спросил. Не о вере твоей, не об отношении к Богу, не когда ты обратился. Ничего он этого не спросил, потому что он этого сам не знает. Самый главный вопрос это. Ему должно быть только одно понятное. Что за человек? Родился ли он свыше? Имеет ли он водительство Духом Святым? Он это вопросы не задает, потому что он этого не знает. Он просто не знает их эти вопросы. И на рождение он не имеет этого. Причина-то вот какая. Вот представь, к нам приходит Андрей Марко, под старобрядцев. Хороший, крепкий, ушел от старобрядцев. Он у нас пробыл тут, я не знаю, сколько-то лет ходил. Да, несколько лет. Лет. Но так и не был принят. Не был принят. Он заявление, там что угодно, пишет, а он не был принят. Фаня у нас сколько лет тут была, ходила еврейка-то? Не была она допущена. Нет, она в общину, к нам в общину, как Сергей Тепляхов писал в газете, говорит, нисколько не легче, чем в отряд космонавтов попасть. Самое главное, что нужно, они не могут ответить и не хотят. Так это не они одни. Теперь, которые от нас люди ушли, волков, старобрядцам, батюшка говорит, зачем он запросто не делает священник, кто они такие? Мы постарались об Андрею узнать, кто он такой, старобрядцев пришел, какое отношение. А он пришел, у нас невест начал искать, при живой жене. А жена сразу стала к нам ходить, следить за ним. Ходила, пока не убедилась, что ему здесь не пройдет. Он колеса клоковая начал пути промащивать. Понятно? Тогда мы написали бумагу, наши люди пошли к отцу Николе, старобрядческому, и рассказали, что это за люди, чтобы вы в этом направлении с ними поработали. От него ни ответа ни привета. Им это не надо, они не знают, что они тут ябедищают. Я понимаю, как он мыслит, на каких категориях. А отец Аким говорит, я не пойму, почему отец Георгий меня ничего не спрашивает, кто такой Василь, у меня же столько он был здесь. Почему он даже мненого вопроса не задал? Это естественный вопрос. При встрече он сказал, что позвонит отцу Акима. Но сказал, обманул. Ты пришел к обманщику, я тебе сказал. Он там обманывал, говорил, что Ольга Милославская не работает, хотя я говорю, ты знал, что работает? Знал. А что ж ты, он представитель, юрист, а говоришь, не работал, но она нас в суд подала, о чем мы должны делать. То есть у него никаких принципов нету. Он сказал, позвонит. По сегодняшний день не позвонил, обманул. Почему? Потому что ты обмануешь. Тебя к таким и занесло. Ты нашел подобных себе птиц, и слетается к подобным сидеве. И ты как птичка прилетел к похожим на тебя. Ворон летит к ворону, а ворон ворону глаз не выклюет. Он тебе сказал. Не сказал. Он бы сказал, никогда этого я не делал и делать не буду. Вот что он был сказал. Зачем это мне нужно? Пришел, покупай свечки. И весь сказ. Ты ни для чего не нужен там. Больше-то. Он тебя уже записал в добровольческий отряд. Если нужен будет громить кого-то, ты готов взять оружие. И вот за это КГБ таскало-то. У него на нем пятно будет здоров какое лежит. Власти бы его не трепали. Меня вот они не трогали насчет этих скинхедов, отрядов и прочее. Это немалое убийство приписано. Ты ничего не нашел, не обрел, потому что все сдуру. Все как попало. И ты это не оценил. В твоей жизни будут моменты, когда ты будешь где-то вкладывать капитал, капитал более или менее ценный, а уж такое ты не вложь, чтобы тебя вкладывали. И тебя обманут. Потому что ты с обманом начал. Еще не начал жить по-настоящему. Зачем тебе это? Если бы ты был мне все равно, я бы пять раз запись не смотрел. Все ответы, как ты говорил. Как я тогда раз тормознул, в прошлый раз смотрел. Посмотрите на его глаза, как он говорит. Он не может ответить на простой вопрос. Сейчас хоть как на отца Георгия вышел, у тебя молчание там. Сейчас через интернет. Почему ты тогда не сказал? Я спрашиваю, как на отца? Ну я к нему пришел, интернет-то выпустил. У тебя сейчас новая деталь появляется. В интернете ты бы стал искать. А чего его искать-то? Ты о нем что-то слышал. Искать того, о котором ты-то слышал. И оставлять духовного отца, перед которым исповедовался, где живешь, встречаешься. С детских лет вырос. С младенческих лет. Ты пошел куда-то. Ну что ты? И сказал, что ты нашел здесь изъян, неспасительный. Ничего этого нету? Нет ничего. А они, отец Георгий, отец Аким, рукоположен оба патриархии. То есть по благодатности они равны. Еще бы я пошел искать где-то. Потому что ты чувствовал, на каком-то уровне, я не знаю, что ты ничего не вложил в общего. Не вложил. И поэтому расстаться тебе год, два какая разница. Отмахнул, говорю, пыль. С заднего места и пошел. Посидел, да и все. Скамейку не продавил. А если бы ты нарисовал вот эти картины на же стене, вот, вот все-то здесь, ты бы сказал, остается мое вот так много, куда же я пойду? Построил вот этот дом. А куда я брошу, когда у меня все здесь заложено? А так ничего нету, ни одного гвозня забыли. Так? Ну да, так. Тебе дорог дом потерявки. Почему? А ты, может, помогал строить. Дяде помогает строить. Синей держать. У меня нет привязанности к чему-то. Это плохо. Если нет привязанности, это означает перекати поле. У человека еще есть малая родина. Слышал такое выражение? Да. Это где родился? Корни. Его туда тянет и тянет. Я был в Америке, и там одна дежурит женщина, она говорит, муж у меня больной, он только просил, перед смертью просил всех, вы из России, кто приезжаете, хоть шепотку земли привезите оттуда. Шепотку земли! Когда здесь прожил жизнь в Америке уже, а я не привязан нигде, ловкий, ты к жене не будешь привязан. Нигде этим, ни к кому. Ты крайне ненадежный человек. Ты махнул, говорит, тебе нужды никак. Если такое братство не оценил, что ты можешь оценить-то? Такое не за дорого родину можешь продать. А тебе какая разница, Греция или Россия? В общем-то так. Потому что уже там живете. Понимаешь, что в Севайстве-то человека? Ты в Греции живи хоть сто лет. Родина твоя здесь-то родился. Ты должен крепко ухватиться. Тебе Бог дал здесь свидетельство. Ты на свидетельство выезжал с нами. Ходил по домам с Евангелем. Ходил? Да. Плохо это было? Нет. Там этого нету и не будет. Они этого не знают. Ты так и не объяснил. Ради чего ты стал искать? Нет. Когда здесь все хорошо... Дай пространный ответ. Зачем ты в интернете стал кого-то искать, когда здесь тебя все удовлетворяет. И по-телесному, и духовно. Ну, как я сказал, что не было у меня в моих планах находиться здесь больше года. То есть я год прожил, и все. То есть кому-то ты дал обещание, я год проживу, или год у них пробудешь, и тогда уходи. Какое-то такое напрашивается. Да тут разве можешь давать какое-то обещание? Это моя родина. Духовная родина, духовная. Братья, ты не можешь ответить на этот вопрос. То есть ничего не было. От нас-то избавиться легче всего. Сейчас поднимайся, шапку в руки, и никому ничего не говори. Следом под медьем только, и все. Меньше пыли будет. Но мы так не можем говорить. Ты брат во Христе. Я уйду, оставлю то, что нравится, а пойду туда, где все неизвестно. Так не делается никогда. Вот я проехал до Дальнего Востока, до Москвы, и скажу, ну, конечно, и привязанность моя здесь. Дальний Восток, это определенно. Доехали, это жемчужина Сибири, Алтай. Какие деревья, какие земли. Здесь все в изобилии. А там, здесь гречихи, подсолнечник, а там ничего нету. Какие-то холмы, неприятно холмы, пожухлые, радужные, пасти скот, там, бурятия, только можно, в Абакане. И куда бы я пошел-то отсюда? Куда? Ну, в Ставрополье, там все не поместятся. Там, в Чечне, головы режет. Там новые законы принимают, там как-то огородится от них. Табуны угоняют. Зачем ты стал это искать-то, непонятно. Я сказал сам себе, причем-то обещание перед Богом, обед дал какой-то. Нет, такой обед не дается. Ну и что сказал? Сам себе сказал. Ты бы сказал так. Мне папа сказал. Год проводишь у Игнатия, и уходи. Не уйдешь, я тебя финансировать перестану. Дядя Володя заявил тебе ультиматум, и у тебя выхода не было. Вот ты подошел и сказал, как мне учиться дальше-то? Уходить, я бы сказал, уходи. Но в общем-то не покидай. Мы тебе квартиру подыщем хорошую. А в общем они не имеют права касаться. От меня они не имеют права сказать тебе. Считаешь, что я дурно влияю на тебя. Ну, Галя, тебе понятно, о чем говорю? Ну, этого-то не было. Все в тихушку. Вот в тихом омуте-то. Ты так и не сказал. Зачем тебе было искать то, что ты сам признал худшим? От лучшего искать худшего. Зачем? Перед самим собой быть верным? Ты неверный. Ты же говорил, не стричь бороду, уже острик ее. Значит, ты уже такой и был. Тебе верить нельзя. Значит, какая-то скрытая причина, которую так ты и не называешь. И решил поиграть в свободу. Знаешь, есть такое выражение. Один говорит, я иду, я люблю шашлык. И слышу, говорит, запах. Ну, на запах шашлыка я шагнул туда. Когда шагнул туда-то, и попятился. И ты что-то думаешь там? Там пригоняет ослов, и таврово сжигает каленым железом на холку. Пять-шесть там, хозяин кто есть-то. И он понял, что ему сейчас клеймо такое поставишь, что оттуда не вылезет. Он попятился, да скорее бежать оттуда. В рабство продаются. И куда ты полез? Не знаю, броду сунулся в воду. Из чего ради-то? Виктор Андреевич, скажи твое мнение об этом положении. Вот он еще не может ответить. Ради чего он пошел к неизвестным, и сам признает, что здесь самое лучшее, и пошел искать. Ну вы только что охарактеризовали эту противоречию. Он сам, я не знаю, осознаешь ты эту противоречию или нет. Ты говоришь, что здесь неплохо, здесь хорошо, и в то же время ищешь лучшее. Если бы он написал контракт, я с ним договорился, Вася, я тебя пускаю на год. А ему понравилось. А потом бы я сказал, ты мне не понравился, а тогда бы контракт этот потерял силу. Но ничего этого не было, никаких контрактов. А я сказал. И что сказал-то? Кому сказал? И что за этим ты? Ты наоборот прилепился. Я-то сказал год про год. А когда понял, я до смерти не расстанусь с этими людьми. Ты вот что мог сказать-то. А ты свободна, так я же сказал. То есть твое пустое, ненужное слово в незнании сказанное, ты же общину не знал. И теперь ты его знаешь превыше всего, что узнал, выше самого себя. Ты ничего плохого не нашел в общине. Ты сам свидетельствуешь. Врагов у тебя не было. Ты человек нужен. Однако, а я же сказал сам себе, в себе. И этому я верю. А это остальное никакого значения не имеет. Вам понятный ход рассуждения? Я постепенно подвожу к одному и делу его, чтобы он сам ответил. Ну, ты сам со стороны смотришь. Я говорю, ты со стороны как бы на себя, на Васю, посмотри. Нормально это? Наверное, нет. А наверное что означает? Слово наверное в русском языке имеет да-да, точно. А ты говоришь, может быть. Не за меня. Слово наверное означает наверняка да. Никаких подозрительных мыслей не имеет. Я тебе грамматику рассказываю. Ты малограмотный в грамматике. Вот какое дело. Ну ты у них пробыл сколько там? А с сентября? С сентября. Давай. С сентябрь, октябрь не закон. Почти два месяца. Что ты нашел у них? То, чего у нас нет. Хорошее. Что мы могли перенести к себе. Мы сегодня же... Такого нет. Такого нет. А что у них нет то, что у нас есть? Дисциплины. Дисциплины нет. Вот дальше. Благовестия по порядку буду говорить. Благовестия такого нет. Нет. Дисциплины отнесем ты ты борзу и пояса и форму и все остальное. Где-нибудь они призывают семикратно в день молиться? Нет. Не услышишь до самой смерти своей. Ты еще на исповедь там не ходил? Нет. Нет. Ты еще на исповедь посмотри, что они исповедуют. Он не может исповедовать то, что считает не грехом. Он спросил тебя о русском языке с какой целью? Ну, как я отношусь к русскому языку на богослужении? Ну, я это понял вопрос. С какой целью? С чего он хотел от тебя? И зачем он вопрос этот задал? Не знаю. Не знаю. Да то, что они знают, что в нашей общине употребляется все библейское на русском языке. Хотя у нас служба идет на церковном славянском. Им это нож в острый. Павел говорит, лучше пять слов на понятном языке, чем десять тысяч на непонятном. А они боятся как огня русского языка. Ты сразу понял, что ты пришел туда, где люди не понимают того, что идет. И там блокирует сам поп. И он спросил, не боишь ли эту заразу рассеивать здесь об русском языке? Мы сторонники русского языка. Вот зачем спросил-то? Ты сказал нет. То есть ты уже себе отрезал пути к русскому, к родному языку, который ты не очень-то и знаешь. Чтобы его нигде на возложениях не применять. Христос разговаривал с учениками на каком языке? На непонятном или... На понятном. На понятном. А еще толковать-то надо еще. Он тебя уже связал на подходе. Все непонятно. С этой целью он тебя спросил. Не твое мнение только. А как смотреть на тебя с подозрением или нет? Или заблокировать тебя сразу? И за тобой там следили всех только Бог. Он каждый был спрашив. Он не говорил насчет русского языка? Не говорил тебя там тянут на удочки как на... Второй вопрос. Служить в армии или нет? Зачем он спросил? Не знаю. Я никак не думал, что такое развитие твое. Даже он бы не спросил. Ты должен, молопережая его, как профессионал, сказать. Вот это он спросит. А когда человек входит и какой-то вопрос задает, я сижу мысленно прочитаю. Какие следующие вопросы у него будут? По интернету. Он может задать такой вопрос. Так, теперь, почему он задал? Теперь мне надо знать, через эти вопросы я узнаю, кто он такой. У меня вихрь в голове, ураган на мысли идут. И дальше начинает говорить, а я уже все знаю. Он спросит, откуда вы это знали на молитве? Вот ко мне люди, когда приходят, встречаются я еще ни разу, никого не спросил, какой он веры. В течение там 10 минут я узнаю, какой он веры, не спрашивая. Я буду на наводящие вопросы спрашивать и выявиться. Это не православный. Дальше я его отсекаю. Да, это и не баптист. Дальше я вижу, харизмат, это или адвентист. Я говорю, эту субботу что вы делали? Да, у брата работали. Все, не адвентист. Это все. Пошли дальше. Я говорю, ну сейчас в Троицу день справляли. Да так, это значит не эговист, раз день в Троицу справляли. А я такие вопросы задаю. Он отвечает, он не понимает, что я его уже начал исследовать. И отходя от него, я почти наверняка знаю, куда он ходит. Но сейчас новые названия, там они благословения, посольство Божие, новая жизнь, церковь Христа. Они под копирку все. И делить я их не могу ничем. У них разницы никакой нет совершенно. Все они из одного кошеля вываливались. Вот какая задача. Нужно пушечное мясо. И ты один из них теперь. Хотя ты подписку не дал, вовремя, говорит, да вывернуйся. Дал бы Бог тебе. Ты совершил большую ошибку. Грех против своей собственной души в первую очередь. Показал себя неблагодарным, нерассудительным. Ну и вообще непредсказуемым. Это самое точное. Даже я, живя с тобой, знаю тебя. Я ничего не заметил в тебе, что в тебе готовится вот это так. Я ничего не видел. Понятно? А почему? У него ничего не выражается. Я вот с Вадимом ехал, он как сфинц. Сидит? Я ничего не могу сказать. Я ему говорю, так я... А он рядом сидит, я рядом сижу с ним. На переднем сиденье. Вадим, ты меня слышишь? Два сантиметра носом колебнул. Два сантиметра. Ну я тебя спрашиваю, ты слышал? Я тебе считал место священное описание. А что, я неверующий что ли? Что ты спрашиваешь меня? Я и так знаю без вас, я и так верующий. Ну сколько уже... Что вы себе так представляете? Из него такое лезет мгновенно. А молчит целыми днями. Молчит это не означает, что внутри его там нет разговоров. Его остановить нельзя. Вадим, остановись сейчас же. Я не могу остановить его. Я стал сторониться, а мы едем такой дальний путь. Я уже не стал никак пробовать. Тогда стал через кого-то узнать, сколько горючего в баке не могу. Ну заправлять или не заправлять, он не говорит. Много ли у нас горючего? Наконец-то разлепил губы и говорит, хватит. Да куда хватит? Чего хватит? Вот Сергей знает, как все отвечают. Николай, все отвечают. Почему? Игорь пролетел мимо, где можно заправиться. А потом канистру один раз только Игорь его проглотил у меня. Вот этот сидит. Друг, брат, товарищ. Понимаешь как? Ты никакой пользы не принесешь никому, куда ты пойдешь. Даже в виде соглядатой. Никакой. И это у тебя не наигранное. Ты такой, ты и есть. Вот такой ты и есть. Ты на себя это не напускаешь. Вот так сидишь безразличный. Ты такой ватный и есть. Кисельный, медузный. И поэтому тебя, если этот огонь, который у нас не разжигает, если живя со мной, ты так и не разгорелся. Знаешь, одно секретоварение есть такое. Тебе сколько лет? Двадцать четыре. Можем считать, скоро будет двадцать пять. Двадцать пять это четверть века. Но если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярок, еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарков и не жди. Понятно? Я хорошее изречение написал, сфотографировался у Льва Толстого о старости. В старости сочные, половитые и свежие. Я сейчас работаю где, я по сегодняшний день удивляюсь. Вот сейчас работаю с файлами. Тысячи фотографий на несколько раз перемешаны под разными названиями. И второй раз я могу высчитать, какую я смотрел, какую нет. Из них вылавлю. Три тысячи четыреста стихотворений. По разным книгам. Начал выбирать. Прибор не может показать, я их всех высчитал. Вот это смотрел, это был изом в книге, этот не был изом. Это невообразимо, что Бог делает. Это невозможно. Когда писал 16 тонн, 20 тысяч стихотворений в файлах. Триста поэтов за триста лет я их проворачивал. И нужно стихотворение. Из него взять нужное и вставить, какое нужное у Бунина, какое у Волошина. Почему я всю жизнь старался учиться, а вы не учитесь. И с кем бы я ни встречался, я от каждого старался чему-то научиться. А яговиста вчера я высчитывал. Ну, начал злословить троицу. Но что он написал, я оставил. Почему я говорю, там есть много хорошего. То, что он взял, он там копировал откуда-то. Я это оставил. И это хорошее пойдет на пользу. Ты ничего как будто хорошего не нашел. Тебя может... Я слышал такой разговор. Когда смотрели какой-то фильм у меня, и там громко было, и тебе мешало там. Ты мог сказать, я могу мужчины смотреть. Это же Бог сказать. Но я вижу, что ты сидишь рядом и смотришь. Тем более, я которые фильмы тебе дал, и ты их все почти посмотрел. Ты не безразличен был к этим фильмам. Что еще? Я все перекидываю. И садь на огонь, ничего не нахожу. Только просто лукавого. Все от лукавого. После того, что с тобой я говорил, и вот выставил интернет... Вася Борода, ты не обижаешься на меня? Нет. У тебя даже на обиду пороха не хватает. Тебя, кажется, как внилой пень. Хоть молния, хоть гром, ни дыма, ни огня. Но это я просто к слову сказал. Это хорошо, что не обижаешься. Обида – это центральное, можно сказать, место, сердцевина, через что сатана поражает человека. Ты, оказывается, защищен в этом деле. Ты для лукавого не уизбил. За бороду он тебя потянул, оторвал, а больше он с тебя ничего не возьмет. Даже для лукавого ты скучная личность. С тобой даже и дьявол задремает и уснет. А знаешь почему? Ян Златоуз говорит так. Если земля не вспаханная, и она не приносит ничего, Солончакова, ее распашить там ничего не будет. Но если на ней растет крапива, буйно, как потеряевки, распаши, там самая плодородная земля. Если до обращения ты был ни звонок, ни ярок, еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарков и не жди. Я тебе говорю слова, которые на жизнь для разжечь. Вот, допустим, я узнал Александра Ивановича Устинова, Володя Устинова, ну, который в потеряевке. Отца, это мой был друг, он был приговорен к расстрелу. Судилов Меркулов, первый заместитель Берии. Это начальник радиостанции Рокоссовского. Представь какой. Я когда с ним познакомился, у меня мечта быть похожим на него. Я приглянулся ко всему, как он обращается, как молодежь, как он благовествует. Я все записываю и смотрю. Я хочу быть похожим на него. Я обратился у дяди Миши Еремеева, 50-ти никто. К нему все едут, заезжают, дверь его открыта. Я хочу быть таким же, и мне Бог это все дал. Вот как будто под копирку. Кто бы откуда ни приехал. Вот это вот, допустим, церковь. Ну, знаете, пришли и говорят, он нам синагогу построил. Господь, помните? Сотники об одном. Я вам семь синагог построил. Вы обязаны меня любить. Они его любили. Ладно. Смотри. Вот это вот, где молимся, это одно место. Это мой дом. Юридически. Фактически. Хотя я подписал уже все. На Никитинской молилии, знаете, сколько времени? Это мой дом. На второй строительный у меня собирались, там всегда молились. Это третий. В Потеряевке. Отдельно в лагере. Четвертый. Это мой лагерь. Мой. С друзьями построены. Четвертый. Пятый. На Своречнике. Там все это молились, приходили. Батюшки не было. Шестой. И на Саманном, где Дружинин был. Я вам семь синагог построил. Открытых и закрытых. А синагога, она построена сотником. Балахадатайством за то, чтобы помочь ему. Господи, он нам синагогу построил. И ты даже это ни во что поставил. Ты ходил в мою синагогу. Ты на обедах присутствовал. Присутствовал? Да. И с тебя никто ничего не высчитывал. Родные братья и все. Тридок подняться и пойти, где никого нету. Я спрошу. Давай. Надежда Васильевна хочет сказать, что... Я хочу сказать, когда в Потеряевку Вася приезжал раньше, да, молоденький еще, моложе, чем сейчас. И он говорит, я очень хочу быть похожим на Игнатия Тихоновича. Говорил? Говорил эти слова. Я это сильно не понял. И он всем об этом говорил. Я, говорит, приеду и буду здесь. Да, рядом с Игнатием Тихоновичем. Да, да, Вову. И он говорит, я хочу быть похожим на Игнатия Тихоновича. Во все. Я спрошу некоторых, кто желает что-то высказаться? Давай сюда. Вы были. Ну давай, оттуда говорим. Поговори с ним. Мне кажется, Василий просто, может быть, по молодости и глупости, думаю, что именно это, главный фактор, не оценивает то, что он имеет. По громче, чтобы я говорю. По глупости, я говорю, и по незнанию. Это все списать на глупость. Я опять прошу, Вася, ты согласен, что все списать это на глупость? Просто еще... Подожди, Игорь, по порядку, по счастям. Ты согласен, это все списать на глупость, это самый легкий выход тебе. Но это будет лукавство. Это неискренно будет, так? На одну глупость можешь списать? Или какой-то расчет? Расчет. Да какой глупость? Умный ход ты сделал. Или в самом деле это была дурнина у тебя от лени детской? Дурака свалил. Ну нельзя это однозначно сказать. Так, у отца Георгия тебе маячило быть священником. Еще он не предлагал? Нет. Вполне может быть. И поэтому по боку твой институт. Это один из вариантов. Дальше, Игорь, говори. Ответа нет. Я хочу сказать так. Василий, он просто еще не осознает. Вот для него, он родился в семье верующих. Я родился в семье людей неверующих. И у Василия, я думаю, не было духовного рождения, яркого. Вот как Вы изначально начали беседу, Вы поставили, либо это человек специально делает, с расчетом таким коварным, как сотрудник, либо это просто духовного рождения нет. Я склоняюсь к тому, что не было духовного рождения. Раз. Во-вторых, ему все легко давалось. Духовное. Он ничего не искал, ему всегда в рот клали, клали, клали. И человеку хочется, посмотрел, все легко, там в Грецию, мама его там с папой привели, там вроде бы легко оказался, не по своим интеллектуальным возможностям, а просто туда впихнули, поставил мир с этой стороны, потом сюда пришел, с этой стороны, своих сил не употреблял. И теперь подумал, ну что-то вот не хватает, а вот где-то еще попробуй поискать лучшее, а где лучшее. То есть и так все хорошо, он и не отрицает, что здесь плохо, а вот хочется еще чего-то попробовать. Начинаю копаться в интернете, а может быть там что-то такое хорошее найду. О, Георгий Кочетков, там какие-то положительные отзывы. А ты опять оговорился, не отрицает, что здесь плохо. Он не отрицает, что здесь плохо. Пока не перебивай. Ему чего-то еще хочется, потому что ему всегда все жизни легко давалось. Ему всегда все жизни легко давалось, его всегда кормили из ложечки. А он мужиком хочет стать, вырасти, что-то самостоятельно достигнуть. И вот он в интернете находит Георгий Кочетков. Пойду-ка туда посмотрю, ткнусь. Ну вот пошел и ткнулся Никакого злого корысти Я это просто отношу к неопытности, к молодой Но вот когда она бьет шишек Действительно, когда козью морду ему там свернут Куда-нибудь поставят такой ребром Или ты с нами, как в какой-то вооруженной группе Или ты не с нами И вот тогда он начнет понимать О, где же я был Я же был среди людей, которые призывают к миру Я же был среди людей, которые призывают к благовестию, к чистоте истины Избыточный стал хлебом А тут умирает А здесь я как вот тот сын, который Вот вы приводите пример Который ушел от отца И вот когда сознание это придет Вот тогда во второй раз он придет сюда И тогда уже будет чуть ли не на коленях просить Примите меня А сейчас просто Игорь, ты думаешь, что он доживет до второго раза? Где уверенность? Так кто знает? Кто знал, когда вот уходил вот этот сын от отца? Он же не знал, что придет или не придет Отец тоже этого не знал Но однако же Бог допустил этого Но вот на сегодняшний момент мы можем сказать Я считаю, это просто от какой-то неразвитости От, ну я еще раз повторю это слово Глупости просто, от детскости Он сам этого не осознает Он думает, у него какие-то расчеты А расчеты все такие очевидные Вот я все его, вот я смотрю на него Я понимаю его душу Хочется чего-то необычного Хочется что-то познать Он же в конечном итоге не отрекается Ни от Святой Троицы, ни от Библии, ни от чего Никаких претензий не предъявляет Ничего нету Просто вот Потому что он не участвовал в жизни общины И искал где-то что-то по-другому Более живое, более интересное Его было скучно Вот слышал, деваться некуда Год он думал, а думает А я где-то лучше Твоя мысль правильная Виктор Андреевич Ну во-первых, хочу поправить брата Он сказал еще раз, повторюсь Что не отрицает, что здесь плохо Ты наверное Не отрицает, что здесь хорошо Что здесь хорошо Если я сказал так, я уточню Он не отрицает, что здесь очень хорошо Даже прекрасно Ну а вот, а где-то все-таки Может быть еще где-то есть лучше 24 года Жизнь только начинается Пойду-ка, хожу по помоечкам Или может где-то еще что-то найду светлое Игнатий, а многие хорошо Отзывается О католиках Вот сегодня он назывался Там тоже я под благословение подходил Пойду к католикам